Всем привет, друзья! Вы на канале Шэдвиль, Игровые Миры. Меня зовут Дмитрий, мы продолжаем с вами Сэндорок. И у нас сегодня какое-то событие важное должно было быть. Сейчас будем вспоминать. Так, что-то у меня тут как-то тесновато стало, да, после того, как я прикупил тут некоторые элементы декора. Что-то как-то, да, стало немножко тесновато, но я думаю, в принципе, придумаем что-нибудь попозже. Надо то ли дом расширять, то ли выезжать отсюда. В общем, разберёмся. Я забыл, какое событие у нас должно быть сегодня, вот, вот, прямо сейчас. Почему нет оповещения никакого? Есть только задание, куда мне идти, и всё. А событие должно вот произойти, вот было вот... Какое же событие-то? А вот что-то происходит, но это не то. И тут что-то происходит, и тут ключевое событие, но нет. И тут что-то происходит, вы шутите? А, гонка сегодня должна быть, вот. И тут событие. А что это за событие такие? Так, подождите, у меня же сегодня гонка. Куда мне явиться с этой гонкой? 12.00, 18.00. 6 часов она длится, завтра в то же время. Так, мне надо эти регистрации проходить, или успеем? Наверное, успеем. Так, чё тут опять понаваливало-то? Где эта карта? А чё они все тут делают на железной дороге? Куда они все идут? Куда они реально все идут? Таки я хочу, подождите. Ща. Куда они все рванули-то? Может они что-то знают? Может и мне стоит перестраховаться? Сейчас, подождите, эту фигню засуну. А ну поехали, Якмель. Неужели они все на гонку пошли? Так ещё рано. Может 12.00. Блин, тут ещё письма пришли. А нет, они уже куда-то рассосались. Да нет, некоторые идут. Да, они идут на гонку, представьте. Народ топает на гонку на 12 часов. Вот она, долгожданный семейный отдых Труди Жасми. Знаю, это чё за фигня такая. Я как будто чё-то пропустил. Какой-то участок времени. Это эти вечеринки всего лунцура. Так он на меня влияет. Нечто в воздухе. А, мне плит подождите. Сейчас плиты закажу. Мне надо поговорить с Труди. Труди просто уже там. Бой вокруг свет. Всё. Всё, всё, всё. Поехали. Это они все на гонку пошли, оказывается. Подождите. У меня что, дела с плитами? Вот что я ещё произвожу. Что-то. Только не помню где. Так, собрать. Есть. Вот это. А чё так мало за ночь-то сделалось? Ох, оно и долго делается. Так, ладно. Давай сюда плиты. Сколько я могу сделать? Целых две. А по пять. Целых две плиты. Так, ладно. Давай, ещё время есть. Ещё кое-что успеем. Давай, давай, давай. Будем письма? Давай письма сначала прочитаем. Друг там тоже класс какой-то. Потому что тогда пойдём куда-нибудь. Так, что тут у нас? У нас от Котори. Котори. Ну, только давай без просьб. Дженсен удалось сразу добыть для меня чертёж модели поезда. Прилагается. Он называется Трисемёрки. Думаю, алло, понравится это его счастливое число. Ещё я решил попробовать помочь тебе. Я нашла кое-какие материалы. Кажется, они могут тебе пригодиться. Ну, да, да. У меня такое тоже есть. А, интересно, когда мы будем с вами это делать? И перекати правду. Не понимаю, это газета каждый день, что ли, выходит? Газ в вашем каньоне. Это более вероятно, чем вы думаете. После инцидента в Голубой Луне, о котором мы больше никогда не будем говорить, на следующий день появились новые плохие новости. Всё мы знаем Долину Шопота. Тот самый причудливый, забавный маленький каньон, сочащийся токсичными химикатами. Что может пойти не так, верно? Оказывается, все эти токсичные вещества на самом деле вредны. В последнее время их выделение усилилось. Раньше мы жили с этой жижей по принципу «живи сами, не мешай жить другим», просто держась подальше от неё, позволяя ими насочиться в своём маленьком пространстве. Но с недавних пор из каньона стало выходить много газа, который заражает жителей и животных. Обратите внимание, что симптомы, возникающие при взаимодействии с газом, очень слабые, хотя долгосрочные последствия всё ещё нам неизвестны, так что, наверное, лучше избегать газа. Насколько это возможно, вы когда-нибудь слышали, чтобы кто-нибудь сказал «Чёрт!» Как я жалею, что не вдыхаю больше токсичных химикатов». Так что да, даже если последствия будут несерьёзными, наверное, лучше просто не вдыхать его. Тем не менее, наш отважный гражданский корпус борется за дело. Шейди возглавят операцию, ой! И наш корпус планирует отправиться в каньон как можно скорее, чтобы выяснить, что же за чертовщина там творится. Этот зелёный газ должен исчезнуть. То есть и меня не забыли-то. Ну ладно, возглавлю так и быть уж. Так, сегодня она на санках покатаюсь там у вас. Так, мне нужен этот, железная руда. А где тут магазин, вот, ё-моё? А, вот он. Пока я искал магазин, чуть не въехал в него. Старатели, юфалы. Мне надо купить, если оно есть. Так, это я контракт подписывал, вот это мне нужно. Слушайте, реально, каждый день завозят в таком количестве? Серьёзно, так много? Каждый день. Раньше оно по чуть-чуть завозили там. Купил один день, а потом на следующий там по пять штучек. Так, я туда куплю всё. Нафиг тогда в шахты ходить. Правда, лучшие материалы мы не найдём, но... Правда денег, конечно, нихрена у нас не будет с таким подходом. Ну ладно. И чип купи. Часто не хватает. Но это ой, фигни у меня, по-моему. Сколько у меня всего ехать? Нельзя посмотреть, сколько у меня всего. Оно-то всегда выпадает. Давай двигатель ещё куплю. Всё окей. Сейчас пойду заряжу. И, наверное, поехал я постепенно в пустыню, а то потом не успею. Раз туда народ ломанулся, прям по железной дороге, впереди паровоза. Это что за бочка? Надо будет домой откатить. Пригодится в хозяйстве. Так, моя роса вон собралась за ночь. Так, дай сюда ты-то-то всё, что есть в взаимодействии. Так, готово. Сюда сбрось всё, что тоже есть. Готово. И давай быстренько вот сюда. Сейчас я быстро заряд сделаю. Так, плиты делаются. Это всё делается. Мне теперь надо здесь слитки. Ну, по максимуму, да? Да. У меня, кстати, хромовая руда заканчивается. Заброшенные руины станции Гека. Только там можно достать, поэтому это моя последняя плавка. Ну, этого хватит, чтобы нам, кстати, отправиться на наш квест, на наше задание. Так, всё, который час? 9.38. Что здесь происходит у нас в углу? Пошли посмотрим, что там происходит в углу. Теперь бы не зависли где-нибудь. Ну, в смысле, по времени. И не пропустить ничего. Оно внизу? Оно, в любом случае, внизу посмотрим. Мой якмель без тормозов. Ну и где она? Нет, наверху было. Да ёш-матрёш. Буду себя добираться неделю. А что тут? Элси, ты? Нет, не Элси. Неплохо. Неплохо. Эти наброски мельчайшие детали. Ещё один ненормальный. А, Шиди. Я имею в виду, привет. Что случилось? Куда он засунул себя? Что это? Эрнест, держишь что-то в руке. Ух ты. Это модельер, что ли? Это всё не то, на самом деле. В смысле, не то. Всё то. Ух ты. То есть, вот ты какой. В смысле? А это он себе наряд, что ли, делает или что? А что это такое вообще? Это был всего лишь рисунок. А чё ты нервничаешь? Позволь мне всё объяснить. В самом деле, подумай, скольких конфликтов можно было бы избежать, если бы главный герой просто остался и выслушал того, кто говорит. Позволь мне объяснить. Начинает с странности. Итак, это просто рисунок модели, призванный продемонстрировать некоторые идеи одежды. Да, это Амира. Нет, это не я рисовал. И да, она сама захотела поучаствовать. Не понял, там нижнее бельё было Амиры? Так, Эрнест, ты сегодня погибнешь. Я стойкий парень, Шэдди. Ты это знаешь, и Пабло тоже. В общем... Пабло ещё и Пабло? Я сказал Пабло? Я думаю, что я хотел сказать следующее. Я стойкий парень, и Пабло тоже, и остальные люди. Хорошо, отлично, я расскажу всё на чистоту. Пабло просил меня никому не говорить, но теперь нет смысла скрывать. Он нарисовал эти замечательные эскизы одежды, а затем закопал свой альбом для рисования в песок. Ну, Пабло можно. Пабло пусть рисует Амиру. Он говорит, что его мечта стать модельером, а у меня на самом деле пока нет плана, но я просто должен был это откопать. Пожалуйста, скажи мне, что ты просто хотел прожить свой детский опыт, игры в песочнице, и не всерьёз откапываешь мои. О-о-о, надеюсь, это перевод неправильный, а не то, что он говорит серьёзно. А вот и Пабло. Он нас не заметил, хорошо. А нет, заметил. Он просто зигзагами ходит. Шэдди, смотри, ты тоже тут. Моя дорога просто проходила рядом. Спишем всё на то, что мы газа нанюхали с зелёного. Я думаю, из-за этого у нас всякие проблемы в диалогах возникают. Ладно, никогда не отказывайся от своей мечты. Я вижу, тебе удалось держать рот на замке целых 10 секунд, Арнесс. Браво. Тьфу, чёрт возьми, интересно, не покажется ли, милой Виви, слишком жутким заказ зашить тебе рот? Ужас. Слушай, это была просто случайность. А, ты, Шэдди, тебе нужно... Другое место, правда? Да, мне надо на горке ехать. Мне кажется, что кто-то немного сбился с пути. Какая удача. Да, давай поговорим об удаче, хорошо? Тебе нравится раскрывать секрет? Почему бы тебе не попытаться счастья в роли двуличного папарацци или какой-нибудь дряной отаранской газетёнки? Кстати, я читал твою статью в «Дети сегодня», и она была детсковатой. Арнесс просто пытается тебе помочь. Да, мои извинения, у меня действительно есть склонность выходить из себя. Спасибо за заботу, Шэдди, но просто мы так разговариваем друг с другом. То, как Пабло просто бросает эти тонкие оскорбления, весьма впечатляет. А сколько что, я даже не обижаюсь. Если бы я мог научиться прописывать подобные диалоги для своих персонажей, я думаю, моя следующая книга точно произвела бы фурор. Будь осторожен, это бомба замедленного действия. Сервоню от нашей дружбы мало не покажется. Видишь, подобные высказания вызывают у меня желание вытерпеть практически любое количество извительной критики. Прости меня, Эрнесс, порывы взяли надо мной вверх, но не заблуждаясь, и моё решение похоронить эти рисунки было неприхотьё, результатом тщательного обдумывания. Вернувшись в свою студию, он оказался абсолютно непреклонным, но, похоже, немного расслабился. Кажется, моё присутствие не помогает. Почему бы тебе не поговорить с ним? Ну, хорошо. Мне не хотелось бы прерывать нашу небольшую беседу, но я что-то неважно себя чувствую. Как надолго можно оставлять молоко Якомеля? Похоже, осталось меньше 24 часов. О, я думаю, если Пабло не нужны его наброски, ты можешь взять их. Да, я тоже чувствую себя неважно от твоего отвратительного перфоманса, Эрнест. Может быть, так оно и есть? Действительно заболел? Пойман с поличным? Чё отвечать? Фу, Шэйди, пожалуйста, ты выше этого утверждает, что у него расстройство желудка, а бегает словно на стометровке. Ну, так поэтому и бегать нужно на расстройство желудка. Хоть бы немного прихрамывай, Эрнест. С расстройством желудка прихрамывать? Не знаю, не уверен. Полагаю, он только что прошептал что-то инфантильное тебе на ухо. Не дай Пабло отказаться от своей мечты, я маленький ребёнок. Последняя часть, последняя часть — это экспромт. Он молод, наивен. Он слепен и понимает, как устроен мир, и всё ему подают на блюдечке с голубой каёмочкой. Ты думаешь, я бы вот так просто отказался от своих мечтаний, ни с того ни с сего? Нет, просто только после того, как их втоптали в грязь. Шэйди, оглянись вокруг, этот город пустошь, покрытый мусором и пылью, этот город высыхает. А вместе с ними последняя крупица культуры, которую когда-либо знали эти люди. Некоторые из них даже не моются как следует, и это единственное, о чём мне не нужно сплетничать. Ты и так догадаешься, о ком я говорю, Шэйди, ты почувствуешь этот запах. Когда на кону жизнь, когда каждый день — это борьба, когда каждый из этих деревенчин задаётся вопрос, где в следующий раз они возьмут пропитание, нет места искусству, здесь нет места красоте, нет времени для мечтаний. Я сейчас умру от этих диалогов. У тебя есть талант, Пабло? Спасибо. Каждый раз, когда я слышу такие слова, это вселяет в моё сердце надежду. Так ты ж против таких слов. И всё же стоит только задуматься, как эти надежды снова разбиваются в дребезги. Позволь задать тебе вопрос про эти эскизы. Тебе бы хотелось заплатить за такой наряд? Но если это касается Амиры, то я готов его выкупить. Действительно? Ну ты же просто так это говоришь, не так ли? Хайди, Амира, Эрнест — это мои поклонники. Да, для меня было бы честь и лучше этих наряды. Я мог бы красить их от макушек до... Пять, три точки. Увы. Звучит всё лучше и лучше. Давай. Ну, если тебе это действительно нравится, я полагаю, это означает, что у меня есть сторонники из Атары, Сэндрока, Зелёного сгоря, Буревея. Мне бы очень хотелось, чтобы прекрасная Амира была родом откуда-нибудь ещё, кроме Зелёного сгоря. Но даже так можно сказать, что я перспективен в международном плане. Не так ли? Хорошо, друг мой. Возможно, ты в чём-то прав. Если это большое «если», если Сэндрок станет более популярным местом для путешествий, возможно, у нас действительно появится шанс. Бренд Пентхаус Студия, показ мод. Звучит заманчиво. Спасибо, Шэнди. Я жду того дня, когда я смогу принять вызов. Наша беседа была очень познавательной. Давай поговорим об этом позже. До свидания. Содержательный разговор был. Мне кажется, что здесь перевод сделали на автоматику. Такое ощущение. Автоматический переводчик. Не засунули его сюда прямиком. Ладно, я поехал. Хотя можно было вообще сюда забежать. Сколько у меня времени? Полтора часика. Ладно, поехали. Давай потом. Давай потом успеем. Как раз там струди ещё поболтать можно будет. Текст смысл несёт, но воды столько в нём? Нет, там, понятно, написано по-своёобразному. Ну и перевод ещё такой себе. Так, ну куда нам тут? Да, всё уже здесь, представьте. Сейчас в труде поболтаем. Слушайте, нормально, всё здесь уже. Так тут все мои подруги и друзья. Здорово, в труде, у меня дело к тебе. В те времена у местных жителей не было лошадей, поэтому, когда им нужно было быстро передвигаться, они запрыгивали на дверь и съезжали вниз по дюне. Можешь с вами поговорить? Ладно, потом, потом. Привет, Шэдди, ты здесь, чтобы провести день со мной и Джасмин? Да. Замечательно, тогда схожу за Джасмин. Ха, а гонка? Ой-ё. Ура, Шэдди, ты здесь, у нас с мамой будет супер весёлый день, она даже не пойдёт на работу. В Мэрии будут злиться на тебя, мам. Хайди, очень злиться, если я пропускаю какие-нибудь уроки. Какие уроки сегодня в воскресенье? Не волнуйся, Джасмин, проблем не будет. Тётя Хайди любезно согласилась заняться делами Мэрии. Она сказала, что я могу взять выходной, и никто не будет против. Ух ты, может быть, тётя Хайди согласится ходить на занятия? Вместо меня, пока я играю. Слушайте, а Джасмин вымахала выше труди уже. Объелась чего-то. Точно, возможно, она и меня подменит, только мои хильди. Нет, так нельзя, ты должна учиться. О, прекрасно. Учиться это весело, Джасмин. Если ты будешь усердно учиться, то сможешь быть тем, кем захочешь. Похоже, это круто. Да, Шэдди, мама сказала, что отвезёт нас на влагодобывающую ферму. Мистер Зик отдал мне небольшой огород. У меня там растут кучи классных штучек. Я покажу тебе. Дядя Оуэн сказал, что научит меня готовить всё, что я вырастила. А потом мы сходим в голубую луну. Можем привнести Оуэн несколько твоих растений. Возможно, даже получится съесть их вечером. Правда, круче Оуэна никого нет. Ну, ещё ты, Шэдди. Не терпится увидеть, что у тебя выросло. Мистер Зик говорит, что я суперсадовник. Он даже не помогает мне поливать растения, потому что, по его словам, если кто-то другой поливает твои растения, они становятся очень несчастными. Поэтому я всегда сама поливаю их после школы. Он говорит, что они очень радуются и прямо расцветают при виде меня. Ладно, хватит, а то Шэдди устанет от тебя. Раньше времени не давает. Правимся на благо добывающую ферму. Зик нас ждёт. Мы сейчас другим были заняты. Там гонка начинается. Вы лекции читали, мисс Струди, мисс Струди. Зик, я разговаривал со своими людьми. Они изучили ваши данные. Это просто невероятно. Что ж, ну да, в смысле вся суть нюансов. Или почве в данном случае. Верно, верно. Маленький лес. Ничего этого не было бы без твоих исследований. Я хочу сказать, что нелегко разобраться во всём этом. Во всяком случае, это противоречит общепринятым убеждениям. Деревьё в песках? У вас тут нечто необыкновенное. Никто об этом не знает. По правде говоря, в статье того репортера из Атары вообще мало что написано. Я думаю, дело в брендинге. Брендинге? Да. Когда пытаешься продать людям новую технологию, то гораздо проще, если у тебя есть что-то вроде летающего самолёта, элегантного джетпака. В общем, что угодно, что летает, легко преподнести. Поэтому, когда мне нужно продать людям скучные вещи, такие как укрепление дорог, развитие энергосистемы, строительство туннеля, я придумываю как разнообразить предложения. Я придумываю слоган, например, «Дорога в Портию. Соединяем вас со всем миром». Окей. Чернозём – кульминация многолетних исследований, ставшая возможной благодаря семье, которая никогда не сдавалась, а также друзьям, которые не повстречали на этом пути. Эх, слишком многословно, хотя сентиментальная часть вроде как хороша. Эй, Шэдди, как думаешь, можешь придумать слоган, который заставит людей заботиться о чернозёме? Он полон витаминов и питательных веществ. Сделаем Сандрок снова зелёным. Отлично. Эх, суховат слишком звучит, как предвыборная компания. Ну да, зато работает. Мне нравится, вот видишь. Что ж, вы обязательно подумайте об этом. Кажется, вы хорошие люди, Зик. Надеюсь, больше людей начнут-то понимать, мистер Зик, как поживает мой огород. Привет, Жасмин, смотри, все твои цветы раскрыли бутоны, чтобы увидеть тебя. Ух ты, Шэдди, мам, идите посмотреть на мой огород. Хоу. Ух ты, знаменито считает меня крутым. Что мне теперь делать? Ну что ж, думаю, мне лучше вернуться к работе, Шэдди. До встречи. У нас тут картофель, помидоры, дыни. Я люблю дыни и фасоль. О, а ещё у меня есть пустынная роза и горный рог. Но они несъедобные, просто очень красивые. Ого, ты сама всё это вырастила. Да. Это так, она ходит сюда каждый день и поливает их. В большинстве случаев мне даже не нужно напоминать ей об этом. Я тут ничего не трогаю. Хочу убедиться, что Жасмин понимает, какой это тяжёлый труд. Зик говорит, что у меня получается лучше, чем у многих взрослых. О, Шэдди, не хочешь, чтобы что-нибудь посадить тут? Мне своего огорода хватает, там засыхает у меня. Так у нас есть малина розовая, ива и песчаный лук. Что выбираешь? Так, а чего у меня нет? Ну, песчаный лук это дёшево. Малина, по-моему, была. А вот розовую иву я чё-то не помню. Давай всё посадим. Ну, я бы с удовольствием, но на самом деле у меня не так много свободного места. Зик говорит, что мне нужно подрасти, прежде чем расширять огород. Что же мне посадить? Я так и думал. Давай розовую иву. Согласна, этот сорт я не выращивала. Я тоже. Зик сказал, что с ним сложнее, чем с другими, но я думаю, вместе мы справимся. Я думаю, ты готова к этому, Жасмин. Мистер Зик, у вас есть ещё что-нибудь, во что мы могли бы поиграть? Как насчёт того, чтобы порезать немного овощей и отнести оуну? Ну, тогда у меня будет целый огород. Не волнуйся, Жасмин, скоро вырастет новый урожай. Ладно, что соберём, мам? Хм, как насчёт фасоли, картофеля и помидоров? Потрясающий выбор. Как ты думаешь, что я оуну сможет приготовить из этого что-нибудь по-настоящему вкусное? Ну, оуну, может и нет. О, я думаю, для него это не составит труда. Шэнди, доводилось ли тебе пробовать стряпню оуну? Да, доводилось. Доводилось, да. Ну, Грейс готовит лучше. Бей, в стряпне всегда так много песка. Всё такое хрустящее и ужасное. Да ну что ты, Жасмин. Жасмин, а ну-ка перестань, действительно. Хотя песок и правда хрустит на зубах. Так не ешьте песок, а ешьте то, что же Грейс готовит. Ладно, а теперь пойдём в Голубую Луну. Он сказал, что хочет приготовить тебе ужин. Да, дам ему свои овощи, чтобы он их тоже приготовил. Попрощайся с Зиком Жасмин. Пока, мистер Зик. Шэнди, не хочешь присоединиться к нам за ужином? Да, пойдём, Шэнди, пожалуйста. Стоит пойти с ними на ужин или разойтись здесь? Так мы с вами гонки пропустили. Тут опять наложилось одно событие на другое. Теперь перекрывается одно событие и выталкивает следующее. Пошли на ужин. Класс, погнали. Чё мне отсюда ехать? А, мне всё равно отсюда ехать. А, нет, не отсюда ехать. Нет отсюда ехать. Я думал, он мне самому идти. Привет, Жасмин. Как дела налогодобывающей ферме? В огороде всё хорошо? Да, я вырастила кучу полезных растений. Шэн теперь тоже занимается огородом. Дени, правда, пошёл отлично. Мы даже привезли тебе немного овощей из огорода Жасмин. О, как здорово. Так посмотрю. Ух ты, они действительно вкусные. Давненько я не ел таких свежих овощей. Думаю, что смогу приготовить для тебя что-нибудь вкусненькое, Жасмин. С помидоров и фасоли? Скажи спасибо, Жасмин. Спасибо, Жасмин. Правильно, Жасмин. А, ну что ж, ребят, садитесь за стол, а я пойду приготовлю вам ужин. Приятного аппетита. Надеюсь, вам понравится, Жасмин. Твои овощи просто великолепны. Спасибо, не могу дождаться, когда съем их. Спасибо, Оуэн, мы ценим это. Всегда пожалуйста, Руди. Ну ничего, ничего, да, помидорки всё-таки нарезали и фасоли разложили. Прекрасно. Мам, тебе нравится? Очень вкусно, да, моя сладкая? Шейди, тебе нравится? Так вкусно! Да, дядя Оуэн всегда готовит для нас очень вкусную еду, когда мы приходим. Он всегда так добрый, готовит твоё любимое блюдо. В смысле, фасоль с помидором? Я рада, что тебе понравился ужин, дорогая. Я так наелась. Я рада, что ты вернулась с пустыни, мам, потому что мы теперь можем проводить гораздо больше времени вместе. Мне жаль, что я оставила тебя, милая. Всё в порядке, мам. Тебе нужно было спасать Сандрокси. Я очень рада, что ты вернулась, поэтому я тоже рада. Теперь я могу пойти поиграть. Конечно, можешь. А можно я пойду поиграть? У меня там гонка заканчивается в 6 часов. Ох, она ещё такая невинная. Должно быть, было тяжело так долго отсутствовать. Очень. Я больше никогда не уеду. Теперь, когда мы нашли водоросли, мы можем построить здесь светлое будущее. Быть матерью одновременным мэром трудно. С одной стороны, мне нужно работать, чтобы обеспечить будущее. Жасмин, с другой нужно быть рядом с ней. Делай то, что лучше для города. Иногда означает быть плохой матерью, но когда я сижу дома с Жасмином, мне иногда кажется, что это не идёт на пользу Сандроку. Это тяжело. Всё, что я могу, это проживать каждый день и воспитывать её сильной женщиной. Уверена, она будет такой. И с такими людьми, как ты и Хайди, я не сомневаюсь, что она добьётся всего, чем мечтает. Мама, можно ли, Оуэн, почитать мне сказку? Он сказал, что у него есть новое. Когда он всё успевает. Конечно, почему бы тебе не присесть и не позвать Оуэна сюда? Да, дядя Ован, подойди и расскажи мне свою сказку. Всё, накрылись мои горки медным тазом. Сейчас будем сказку слушать. Иду, иду. Итак, сегодня вечером у меня для тебя есть отличная сказка. И Шэдди тоже мне будет помогать. Шэдди хотел покататься сегодня. Из-за вас я пропустил гонку. Просто подыграй, давай немного поимпровизируем. Итак, давным-давно жила была умная маленькая девочка, которая хотела стать мастером. Ух ты, она хотела стать мастером. Это так круто. Верно, она хотела стать мастером. Она бегала по городу и строила все эти мелочи, в которых нуждался город. Она построила домик для птиц, скамейку для кошек, подчинила заборы и брала поручения в салоне у красавчика. В общем, однажды наша маленькая героиня наткнулась на монстр. Да, непонятно откуда выскочил гигантский монстр по имени Оуэн. Ага. Но наша маленькая героиня оказалась ему не по зубам. Ей удалось сбежать и позвать гражданский корпус. В гражданском корпусе все были настолько впечатлены, что дали ей 100 гольдов. Главное он Цура не звать. Итак, наша маленькая героиня пошла праздновать со своими друзьями. А потом наша маленькая героиня так устала, что погрузилась в глубокий сон. Интересная сказка была. Отрубила, как поленом по голове. Спасибо, Оуэн. Это прекрасная история. Шетти, тебе тоже спасибо. Думаю, дальше я справлюсь. Я ценю, что вы нашли время провести с нами сегодняшний день. Ну как я мог Мэру отказать? Нафиг горки эти. Интересно, который час сейчас? 11.20. Так я успеваю. Сейчас быстро такси вызову. Вечер, вечер. Какой нафиг вечер? Час прошел. Я живу с Андроки столько. Доживи на здоровье. Давай пока. Не до тебя сейчас. Все на гонках, а я здесь. Так какой же тогда вечер, а? А где тут у нас ближайшее? Это не то. Подожди. Пипец, где тут? Наверное, туда быстрее. Давай обратно. Блин, все там. А я что-то тут. полчаса еще потеряю. Ну, 12 будет. Ну, 10 не успел. Вечер, ужин. Я уже отужинал. А у нас 11 утра. Ладно, все, успеем. Нормально. Жасмин уже девятый сон видит. Тур-де-рок, старт. Какой старт я еще не доехал? Сейчас я уже буду. Извините, извините. Я сказку слушал. Они уже идут обратно все. Вы нормальные люди? Вы чего это? А я? А как участвовать-то в вашей гонке-то? И что делать-то? Она еще идет гонка, нет? Я опять буду сам, наверное, здесь участвовать. Как это работает? Я уже участвовал в этих гонках два раза. Но тут никогда никого нет. А, есть народ. Фух. О, Амир. Ой, Тру-де уже тут. Заш, Тру-де. Ты же там же спала уже практически. Привет. Какой ужас. Это токсичный газ. Я ненавижу тот факт, что нам так часто приходится иметь дело с ошибками наших предков. Неужели День Бесы не мог сделать одно доброе дело и похоронить всю эту траву раз и навсегда? Ладно, нам некогда. Надо участвовать в гонке. Пожалуйста, выберите режим игры. Присоединяйтесь к соревнованию начало 13.00. А уже можно, да? Так, я поехал. Извините. Твою ж дивизию. А тут какие кнопки вообще есть? А, вот и не нашел. Тихо. Нормально. Слушай, а что они так быстро ездят? Налево повернуть выход. Блин, заносят чересчур. Я третий. А как они так быстро ездят? Давай сюда. Ух ты. Пипец. Пипец. Вот это я влетел. Вот, сволочь. Но я тебя потом отлуплю. Видишь, что он сделал? То же, что я делал. Только еще хуже. Ну, как там догнать? Ну, как там догнать? Еще обогнать надо. Так, сделал. Купер. Впереди. Ну, что там у нас? А что он не прыгает? Я не прыгаю. Потому что мы умные люди. Умные люди не прыгают. Зачем это умным людям делать, правильно? Отлично, я первый. Я первый, люди. Ха-ха-ха. Ну, неплохо же. Пятьдесят. Подтвердить. Дисквалификация, Шетти победил. Ну, и чего? Так можно кататься целый день, что ли, получается, да? Миан пришла. Я тут наблюдаю за здешними растениями, периодически увлекаюсь ботаникой. И все никак отличаются от тех, которые растут вокруг небесной высоты. Даже в таких сурок лимфтических условий, как здесь, они находят способы выжить. Слышите, а зачем мне тут находиться? Чисто очков набить. Сколько раз можно съездить? Три раза, наверное, да? Ох, тут можно купить новые вещички. По-моему, это те же вещички, которые везде продаются. Экспедиционная рубашка для песчаных гонок. Слушай, я мог одеться, как в песчаной гонке. Это дает бонус какой-то? Не особо. То же самое продается во всех магазинах. Я думал, тут какой-то уникальный магазин будет. Ладно, давай еще раз. Режим. Давай. Ян в восторге. Арвио в восторге. Вообще такое у вас тут? Слушай, а тут те же самые ребята ездят, что и всегда. Твою... Эрнест, ты тоже тут? Эрнест, походу, тоже там был. Я его видел. Да, я видел его ухо. То есть это было ухо. Пипец. Вот это влепился. Точно в коме пролежал. Это что-то такое-то, а? Это совсем все плохо. А где-то впереди? Хайди? Хайди впереди. Да, хорошо я лепился. А нет, я их вижу. Вон они далеко. А где ж остальные два? Неужели в камне до сих пор? Не, он точно в камне. Твою за ногу. Не улыбай. Я в шоке просто. Я просто в шоке. Давай сюда. Давай, давай. Давай. I'm unstoppable. Давай, давай, давай. Два. Один. Перди. Ну, вперед. Поехали, давай. О, обогнал дурака. На электричку свою иди. Где здесь тут у меня? Блин, я... Ух ты! Я первый. А где? Куда остальные подевали? Фу. Круто. Еще 50 очков заработал. Финиш все. Все, да? На сегодня соревнования завершены. Да, сильно тут не раскатаешься. Фух, ну неплохо, да. Могу, конечно, 150 монет взять. Нафиг они нужны? Эти монеты, я так и не понял. Стол еще могу купить. Завтра еще приду. Стол куплю, наверное. Кресло куплю. Самое интересное, что предметы повторяются. Вот не мой якмель. Предметы-то повторяются. Слушайте, это не мой кенгуру, которого надо отмудохать. Да, походу он. Хе-хе-хе-хе-хе. Здорово. Сейчас, подойди. О, минутку. Мне вот этого кенгуру надо отмудохать. Подойди, а где мой меч и щит? А вот он. Так, и лекарство сразу. Ты его знаешь, в этом голове. Все, я готов. Здрасте, кенгуру-боксер. Или это не он? А, это не он, наверное. Неплохо, да, его? Нет, не он. Это просто кенгуру-боксер. А вот его имя, оказывается. Он умер, нет? Набор улучшений для машин взял. Слушайте, а неплохо. Короче, это не он. А это кто? А кого мне надо найти? Грузь, день рождения. А сколько времени на него? А не сколько. День рождения у него вечно длится. Нечто в воздухе. Я пытаюсь. Бой. Найти и победить бога на Джека. Вот где он? Вот где он? Тут же ж много всяких там боганов, Джеков. Ну давай, раз я в пустыне, зато можно ещё покататься поиском. Мне ещё надо сейчас квест посмотреть. Я думал, то он, а то не он. Совсем не он. Боган Джек! Ладно, поехали домой. Завтра найдём. Я завтра сюда приду. Куда мне ехать? Сюда, по-моему. Блин, я что-то потерялся. Все нормально. А, вот остановка же есть. Только остановки направо. Я думал, бога на Джека уже нашёл. Где-то другую кенгуру был. О, здесь есть, кстати, в этих ящиках есть... В этих ящиках есть... Алый камень. А, это не он, нет? О, нет. Хотя тут сундук есть. Давайте ещё вот это вот пинаем. Ого, бьёт. Я тоже, конечно, не промах. Не, крит летит тут частенечко. За него дают всякие ништяки. Новые знания, акация. У меня не было. Так, а где моя метёлка для... для пыли? О, я что, её выбросил? Или она где-то в конце? Блин, метёлки нет, представляете? Или есть? А где ж у нас две целых было метёлки? Тут нет метёлки. Точно выложил, наверное, её в прошлый раз. Ё-моё, метёлку не взял. А как я мог две выложить? Я одну выкладывал, а вторая, наверное, добавилась? Или как она? Наверное, вторая добавилась. Блин. Вот это попали мы. Точно нет метёлки? Или я пропускаю? На мод для улучшения машин. Всякие крабики. Да, я не заберу сейчас. А что у меня здесь-то? Бежит уже сейчас. Дис данных. Солдатик со скипетром. Понятно. Мусор достал. Ё-моё, нету метёлки. Вот это попали мы. Ну всё, ничего не сделаем. Поехали. У нас ещё квесты какие-то были, блин. Я, кстати, могу уже сделать модель поезда. У меня всё есть. Чё ты тогда держишь его? Давай сюда. А чё, квест здесь есть? А чё, чё это горит тут? Стрелочка, смотрите, квестовая появляется. Ладно, давай. Сейчас катуре быстренько отыщем. Метёлка дома осталась. У меня было, кстати, две, по-моему. Ладно. Я не помню. Так, подожди, клоу. Давай сюда. Так, я здесь. Давай, 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 давай. Плиты, плиты меня интересуют. Сколько у меня уже плит есть? Тут я могу взять две. Шесть, да? И тут семь могу взять. Сколько мне нужно плит? Сейчас этот вопрос с вами закроем. Мне нужно ещё три плиты. В принципе, можно делать по максимуму, не пригодятся. Хотя я три плиты и сделаю. Больше я не сделаю, а двенадцать. Хватит как раз, нормально. Пусть сделается, будет ещё делаться четыре часа. Так, мусор мне нужен. Мусор сбросить и взять метёлку. Так, мусор сбросил. Куда моя метёлка делась? Вот скажите мне. У меня было их две. Одна... Блин, две было уже. Представляете? Или она автоматически добавляется? Она автоматически добавляется. Так как это возможно-то? Теперь у меня будет всё суммироваться там. Как её чтобы сделать, чтобы она не суммировалась? Надо сортировать. Только полное заполнение без сортировки. А как мне сделать так, чтобы она не добавлялась сюда? После нажатия кнопки. Взять в руки её? Она что ли? Так в руки ничего не даст особо. Ну вот, я беру без еды, да? Она мне типа в руках. Добавляю. Пипец, она уходит. Какая-то кнопка, наверное, должна быть. Вот жесть же. Ну как жить теперь? Куда она делась стать? Одну-то надо продать. А ещё она добавляется друг к другу. Куда она вообще делась? Может, она сортировалась просто? Нет, она куда-то добавилась. Ай, наверное, кнопку надо нажать без заполнения, наверное, да? Вот это вот. Куда-то она ушла. Ну а теперь попробую тут найди в этом аду что-нибудь. Какую-то заполнилось какую-то фигню. Ой, где-то есть, наверное, не так лень искать. Давай возьмём простую. Толку от меня не давать возьмём. Интересно, а это будет заполняться? Теперь и это пропало. Надо сохраниться перед этим. Вон они, две метёлки. Подожди, вот они. Нет, теперь всё нормально. Всё, всё. Просто надо в руки было взять, в быстрый слот. И тогда она не уходит. Она остаётся в руках. Но это не вариант, конечно. Это не вариант. Так, давай сюда снимем, что у нас лишнее. Смотря в чём я сейчас нахожусь. Вещи, вещи, вещи хочу сбросить. В смысле? Вещи, вещи. Сапоги нам не нужны же, нет? У меня ж получше. Наверное, я их не ношу. Наверное, нет. Крутой визор воина пустыни. Вот это я не помню насчёт этого. Что вот это такое? Блестящий скорпион. А зачем он нужен? Продать чисто, да? Чисто для торговцев. Продать мы всегда успеем. Так, это хорошо. Это мусор. Это не мусор. Вот эти ботиночки. Я ношу их, нет? Ну, выносливаясь интересная энергия. Лучше я их не ношу, я думаю. Давай, скорпион обратно. Нет, мы его засунем. Сюда я положу сейчас вот эти два слитка. Здесь лежат. Вообще, мне уже надо ящики создавать. Уже места мало. Так, сюда я положу трубочки. Почти нет места, кстати. Так, сюда можно положить. Вот это, кстати, вот. Кремля лица. Кто-то там мне его требовал. Вот это тоже, это куски деталей. Для этого всё, нормально. Метла есть. Поехали. Животные, извините, никогда вами заниматься. А мусорку? Где мусорку что-то я заёжу? Не уеду отсюда. 22.15. Ё-моё, время пролетело. Что такое время пролетело-то? Так, жахнем давай, наверное. Сейчас мы с вами железные отходы. 12 часов практически. Пусть перерабатываются. А! Жесть. Я точно не уеду. Я же могу паровоз уже сделать. У меня есть всё. И то, и то, и это. Всё, быструю сборку сделал. То есть сразу могу паровоз 777 отправить Котори. Котори, а ты где? 165 метров. Она уже дома, наверное. Ну, 10 часов, наверное, дома. Котори, ты дома? Нет, она должна быть... Она должна быть на улице! Успел. Есть. Давай, давай, движется просто, увидел. Котори. У тебя получилось, Шэнди. Ты идеально. Я уверена, что ему понравится. Жаль, что я сама не смогу ему вручить, но, по крайней мере, у него будет подарок, который он сможет открыть, чтобы знать, что мама его любит, и в нём есть частичка твоей души. Отлично. Котори плюс 15, репутация плюс 10, 500 гольдов. Неплохо, щедро. Общение с тобой подало мне идею для нового тематического парка. Всем посетителям будет предоставлен мини-мастерскет, мечтали. Так, давай сыграем в игру. Что-то у нас больше трёх сердец не качается. Хоть ты мне предлагаешь уже практически женится на тебе. А три сердца всего. Вот я хочу сейчас посмотреть, смогу я продвинуться хотя бы на дюйм. По сердцам. Вот хорошо, что сейчас победа будет. Хотя бы одна победа, это уже мы хорошо с вами двинем. Просто интересно. Не обязательно, что я с которой собираюсь, например, семью строить. Но всё же, почему не двигается больше трёх сердец? Что не так? Так. Давай мышь. Пока не идёт ничего. Замечательно. Четыре никому. Ладно, это 11 очков. Чё, это много, да? Так, смотрим. Эксперимент. Экспериментус. Который. Да, сдвинулась, наконец-то. Четвёртое сердце сдвинуто. Представьте, сколько мы квестов сделали. Ужинали. Я её поддерживал там. Чё-то даже на сердечки нажимал. Короче, вариант с сердечком не продвигает особо отношения. Просто он хороший и всё. И вот это вот я продвинул после только паровозика. На дюйм буквально. Хотя с остальными, по-моему, качается быстрее. За даже мелкие квесты. Вот тут тоже ноль. Ну, может, не ноль, но... Вообще неудобно вот это вот по сердцам. Лучше бы процентовка какая-то стояла. Ладно. Отлично. Один квест дали. У меня синий интересует квест. Это Арвио. До 10 часов. Уже не успею. Найти и победить бога на Джека. Восторги. Пабло, он всегда в восторге. Ну, давай сюда, в Голубую Луну. Давай заедем. Пабло уже не откроет дверь, я думаю. А может, к дому подскачь? Катя, ну давай к дому подскачем. Голубую Луну там мы всегда успеем. А вот к дому Арвио, может, и не успеем. Ну, просто к дому подойти или в дом зайти? О, возле дома. Нормально. Муса тут стоит. О, коробку, которую мы не делали. Арвио сам ее сделал. Господин Муса, сэр. Да, вы? Позвольте представиться, я Арвио управляю в лестнице. Это единственный магазин в городе. Тем не менее, я думаю, вам будет трудновато предзойти наши цены. Я помню рекламу ищетверно на железнодорожной станции. Вы подняли руку на днях, когда я предложил вам уехать из Сандрок. Ах ты гад. Ну, знаете, вы сделали действительно хорошее предложение. Я переехал в Сандрок из-за возможности, так что было трудно проигнорировать его. Ха-ха. Что мне следует сказать? Да ничего, просто молчи. Коробку что ни делала. О, Хадди подошла. Кстати говоря, пожалуйста, взгляните на эту подарочную коробку. Вы увидите, что в ней собрана коллекция фирменных изделий Сандрока. Керамика моей сестры, песчаный рис, сушеные ягоды Сандрока. Все это уникальные предметы, недоступные за пределами этого города. Но, конечно, изюминкой, безусловно, является это притягивающий взгляд, эффектная и просто красивая подарочная коробка. Я, кстати, одну такую сделал. Сюда придут покупатели со всех концов света. Если вы вложите деньги у лестницы, вы сможете сделать их самой большой сенсацией с тех пор, как, но с тем, с тех, с тем самых, наверное, с тех самых времен, наверное. Вы хотите, чтобы я инвестировал? Во что, в подарочную коробку? Даже я решил это не делать, Муса. Конечно, такая красивая подарочная коробка, как эта, люди будут готовы отстоять очереди ради нее. Рекламный щит, который я установил, уже приносит покупатели. Люди выходят из поезда и первым делом спрашивают, а где у лестницы? Хорошо, это все. Ну да, пока все. Если вы станете нашим инвестором, мы сможем выпускать лучшую продукцию на постоянной основе. А что думаешь ты, Шэдди? Он немного не в себе. Я думаю, это хорошая идея. Похоже, твой талант примеслеющий не означает такой же талант в бизнес-четив. Да нет, я просто армию поддержал. А так, на самом деле, идея говно. Первый вопрос. Вы знаете, сколько туристов приезжает в Сандро каждый год? Несколько тысяч? Я вижу несколько человек, сходящих с поезда каждый день. Согласно исследованию моей команды в Атаре, в Сандро приезжает в среднем менее 200 туристов в год. А, так мало, да? Ваша текущая демографическая группа состоит из туристов из местных жителей. По моему оценке, при текущей объеме запасов, ваша чистая прибыль составляет около 1000 гольдов в месяц. Сколько же дополнительной прибыли принесет ваш этот подарочный бокс? Ну, удвоит. Оптимистично, но хорошо. Предположим, что это удвоит ваш доход. Ваша ежемесячная прибыль составит 2000 гольдов. Возьмем для примера мои предыдущие инвестиции в магазин Буревея. Как вы думаете, сколько он теперь зарабатывает? Я думаю, 1200. Даже не знаю. Сейчас его операционный доход составляет 100100 в месяц. Согласно нашему контракту, я получаю 20 тысяч гольдов в месяц за свои инвестиции. Что, так много? Ну, если это все, что у вас есть, тогда, я думаю, мы закончили. Подождите, мистер Муса, у меня есть еще идея. Я слушаю. Мой рекламный щит, точно. Вы видели его, когда приехали? Это же удвоит мой доход. Это маркетинг. Вы не понимаете. Этот маркетинг просто ваша фотография. Что я узнаю о продукте? Где брендинг? Хорошо, мы закончили. Арви, уговорил говно идея? 100 тысяч гольдов. Я... Так, так много? Что я делаю не так? Коробки ты делаешь, а я... А я их тебе помогал делать. Ну, не успел. Арви опустошен, что мне сказать? Не волнуйся, тебе будет еще шанс. Извини, Шэдди, мне нужно время, чтобы подумать. Подумай, Арви. Если что, мы тебя поддержим. Я был так уверен. Я был так уверен. Ладно. Ладно, не хнычь. Все будет еще хуже, чем ты можешь представить. Так, а тут что у нас? За сюжетный квест? Я сейчас сюда не успел забежать-то совсем. О, понятно. Немножко не успел. Ну, хоть на презентацию успели. Мистер Муса, а там с одеялами мама просила узнать. Чем я ей сказать? Я действительно верю в судьбу. Я верю, что возможности появляются из-за того, что вы делаете. На каждое действие реакция. Так, ладно, мне щукало было, надо забежать. Все открыто. Ну, вроде бы открыто. Че у нас тут? О, спасибо, док. Я позабочу, чтобы они попали в нужной руке. Люди здесь много пьют якмелевое молоко. Может, я даже смогу приготовить с ними кое-нибудь блюдо. На вкус как мыло. Что ж, раньше меня это никогда не останавливало. Фех, просто немного самого уничижительного юмора. А че у меня за квест тут, мистер Фанк? Понятно. Грейси, стой. Грейси, я сегодня похвалил твое блюдо. Грейси. Привет, цепь. Музыкальный плеер, который стоит у меня в салоне, на самом деле является реликвией, подаренной мне другом из-за тары. К нашему удивлению, он все еще работает. Время от времени мне удается раздобыть диски с данными старого света и получить возможность, так сказать, послушать прошлое. Мы постоянно передаем пластинки, позволяя тем мне порекомендовать им какую-нибудь музыку на днях. А что за квест у меня тут? С мусой связаны? Нет. Муса только приперся. Нет, мы слышали. А что же за квест-то? Не знаю, короче. Или раньше надо приходить сюда, или позже. Но квеста уже нету. Вот этот диалог, который был, да? Это вот мелочь. Ну ладно. Так, мне уровень повысили, наверное, за общение. Активное, да. Че, качнем. Дает 50% шанс получить дополнительные токены, играя вы нафига не нужны. Свидание, кстати, есть. Нет, давай лучше, наверное, что-то докачаем тут. Когда вы дарите подарок? Я никогда не даю подарки. Вот, все интересно. Получить дополнительные токены при ухождении в тройку лидеров рейтинга мастерских. 10% опыта. Контракт с гражданским корпусом на охоту не подписывал. Объявление больше очков опыта – фигня. При победе в игре животные отношения дополнительные улучшаются на 1. На всего 1. Каждую неделю вы можете исполнить больше желаний. Не исполняю. Всегда надо выходить. Увеличить свои шансы на получение бонусов на хрань музей на 20%. Когда уж питомец выполняет команду. У меня нет питомца. Так, давайте тогда качнем вот это, наверное. Что я там хожу, вроде бы, в тройку рейтинга. Качнул. Ну ладно. Я так и задумывал. Дает шанс 50% получить дополнительные токены. Играю в той... Нахрен нужны токены. Взял и прокачал. Ну, немножко не то нажал. Бывает. Значит, нужно. Ладно, я спать. Ладно, я спать. Заберите у верблюда граммофон. Из-за него плохо спится. Так, что у нас тут? Плиты готовы? По-моему, я нашел последнюю плиту. Все, у меня, по-моему, комплекта, да? Уну комплекта, да? Да, у меня комплекта. Нифига у тебя не комплекта. Еще две плиты, как минимум, надо делать. Но они будут завтра. Все, я ушел. Давайте. Я устал. Где тут моя кровать? Ну, что, мы сегодня все, что могли, сделали. Теперь у меня есть плита. Можем, в принципе, отправляться. Газы перекрывать. Тур-де-рок. Блин, невероятно важная вещь. Надо диваны не забыть купить. Хоть на что-то-то потратить-то надо, эту хрень. Это не здесь. Это здесь. Стальная плита. Все, готово. Задание обновлено. Это я тоже забираю. Слиток из стали. А тут у меня ничего-то и нету. У меня есть бронзовые слитки. Нужны? В принципе, нужны. А такие слитки нужны? Сколько у тебя? 65. Вот этих у тебя нету. И железных у тебя нет слитков. А можно организовать? Хромистая сталь. Нету уже дополнительных. Давай, наверное, бронзовых сделаем. Штук 12. Пусть плавится. Полезная вещь. Так. Тут-то у меня что, 0-0 забрал? Силовые камни забрасываю на переработку. Сколько это займет? Два часа все. Давай, наверное, механический лом. На 21 часа. Пусть перерабатывается. Правильно, правильно. Так, ну тогда все, поехали. Это тоже само переработать. Якмель за мной. Это вдруг квест. Я потом попробую в вызвании. Что-то за мной ездил. Пять писем в полный ящик. Да что это такое? Сейчас, подождите, мусор сброшу. Метелка осталась. Метелка осталась. Мусор сбросил. Окей. Блин, чуть Якмель, собственно, не задавил. Письмо от Алло. Это сын. Да. Сын Котори. Привет. Ма сказала, что этот поезд на день рождения твоих рук делал. Я хотел сказать тебе спасибо, он мне очень нравится. Я взял для него набор рельсов. Хм. Ответить. Ответить. Ладно. Налаживаем отношения с сыном. Сын, правда, выглядит вдвое старше меня. Поэтому будем смотреться очень весело. Мама Котори и два ее сына. Причем разновозрастные. Так, мне надо сюда зайти. Тут какой-то мини-квестик. Квестик. И сюжетный диалог. И плюс тут... А что это у нас? Что это у нас? А что в печатной сессации у нас там такое находится? Ну, Диана, еще не то. Правильно? Ладно, давай заедем, послушаем диалог. Я квесты для мастерской, смотрите, вообще не беру. Потому что мне никогда их выполнять. Чисто сюжетное все дело и побочное. Здрасте, мистер Муса. Когда 17 лет я основал свою первую компанию, стал немного путешественниками. Я не останавливаюсь на долг. Конечно, бывают исключения. Ублю Ореховый ручей и Буревей. А я сейчас не войду. Нет, вошел. Че тут такое? Я только что получила телеграмму от представителя Григорчика. Какие новости? Он пытался отстаивать наш точкой зрения, но остальные члены Совета Альянса не согласились. Они не верят, что Сандро когда-нибудь снова станет зеленым, а это значит, без инвестиций Мусы нам ничего не светит. Эх, полный мрак и никакой воды. Не нужно переживать, мы справимся с вами, Шэдди. Вот это настрой, Шэдди. Давайте преодолеем этот кризис, докажем. Усе, какие мы на самом деле крутые. Да че раскисать-то? С такими-то прическами. Ну, все мы можем сделать. Это сделать все, что в наших силах. Все правильно, Шэдди. Давайте не будем терять надежду. Благодарю тебя за визит. Думаю, нам нужно было услышать ободряющие слова. И, кстати, Муса изучал что-то на влагодобывающей ферме, провел небольшое собственное исследование и сказал, что думает, что мы что-то задумали. Ах, теперь ты вселяешь в меня чрезмерной надеждой. Я так маленькая, как маленькая, и не могу уснуть в ночь перед днем яркого солнца. Дыши глубже, Труди. Как ты сказала, все, что нам остается, это делать все, что в наших силах. Верно, все правильно. Лучше к этому и вернуться. Молодец, Хайди. Вот это хватка. Я написала своим бывшим одноклассникам, рассказав им о Тур-де-Рок. Они сказали, что если у них будет шанс, они попытаются приехать, но теперь я должна убедиться, что у меня все получится по-настоящему хорошо. Иначе я не смогу называть себя настоящим сандрокером. А где уже Труди дели? Труди! О, и Хайди уже нет. Ладно, я пошел. Хотя Хайди здесь есть. Плащная видимка, что ли? Куда они делись? А что тут еще за мини-квест? Что тут смотрю-смотрю. Что это за мини-квест? С какой стороны он? Вот здесь, что ли? А, вот. Открыт архитектурный конкурс. Бла-бла. Выбрал победителей. Бла-бла. Эй, кто там впереди? Ох, если не даешь другим посмотреть, хотя бы зачитай подробности. Хайди там есть? Не торопи меня, дружище с чьейом. Нужно наслаждаться, смаковать каждое слово. В любом случае, как я уже говорил... Так, так. Среди участников конкурса были отмечены благодарность семь проектов следующих архитекторов. Хайди, Густ, Порти, Атара. Чувак, ради всего святого. Быстрее можешь? Ладно, дружище, сейчас посмотри. Вот она. Первое место Хайди. Ха, боже, боже, боже. Хайди, самая первая. А вот и она. А вот и она. Я иногда предсказываю, да, диалоги. Осторожно, горячая штучка идет. Смотри, Хайди, ты выиграла первый раунд конкурса, а это значит, что ты, по сути, уже выиграла все соревнования. Поздравляю, давай праздновать и готовиться к... Привет, ребят. У тебя ведь есть наряд для церемонии награждения или нет? Не волнуйся, у меня уже приготовлено несколько вариантов на такой случай. И когда ты поднимешься на сцену за свои награды, сначала поблагодори свет, потом родителей, потом меня, твоего идея на вдохновителя, потом своих ненавистников, всех тех, кто говорил тебе, что ты никогда никем не станешь. Скажи и посмотрите на меня сейчас. Потом смотришь на себя, ты знаешь, что я имею в виду, затем быстро приключаешься на что-нибудь позитивное, улыбаешься, еще раз благодаришь свет и покидаешь сцену. Хайди, посмотри, здесь написано, что победитель получает кучу денег, типа огромную кучу денег. Что будешь делать, а? Что ты будешь делать с этими деньжищами, Хайди? Ну, я не знаю, это же не мне эти деньги на проект. Ну, если тебе они не нужны, можно я их возьму? Выше нос, подруга, я никогда не видел, чтобы кто-то так расстраивался из-за победы в конкурсе, на который сам же подал заявку. Ты прав, я должна радоваться, просто все так неожиданно, я лучше пойду прогуляюсь. Хайди скромняга просто. Вот это, дамы и господа, и есть проклятие перфекциониста. Даже победы недостаточно для нашей дорогой Хайди. Какая трагедия. Каждая крупица красоты, которую она привносит в наш скучный мир, через кончики своих пальцев пронизана болью. О, человечность! О, какое огромное почтение ко всему этому. Это правда, да? Я, наверное, тоже пойду, увидимся в Шейде. Хайди, кажется, расстроена. Может быть, стоит пойти проведать ее? В смысле? Так она ж тут была. Шопот сердца. Выполнение началось. А где она? Вот она. Так, я пошел к ней. Блин, опять пропущу гонки. Хайди, я иду. Хайди, я уже тут. Ты где? А где Хайди? А, вон она. Иду. Меня бросили листиком. Что это за съемки странные? А, черт, я здесь тебя задела, да? Извини, Шейди. Я сама собиралась это поднять, честно. Хе, просто так хочется все скомкать и выбросить, понимаешь? А что ты нервничаешь? Все хорошо? Да, в полном порядке. Я всегда отмечаю свою победу тем, что изрисовываю потом свой блокнот дикими каракулями. Ладно, Шейди. Да, наверное, я немного нервничала, да вот сжатая версия того, что у меня в голове. Итак, я вижу объявление. Архитектурный конкурс. Проверяю сумму гранта, она немалая. Проводит его Винсенский институт дизайна. Я думаю, я точно знаю, чем увлекается Тихан Джи. Наверняка я смогу выиграть. А в Сандроке, знаешь ли, всегда не хватает средств, так что я пошла на это. А я использовала все, что у меня было в арсенале, чтобы сделать какую-то причудливую ерунду, от которой я знала, они будут просто в восторге. Разве речь не идет о том, чтобы завивать награды и бросить вызов? Да, не то, чтобы я кого-то обидел, а наоборот, наоборот, да и вообще. Не из-за этого я расстроилась. Меня напрягает то, что... Угадай, кто будет главным судьем... Кто будет главным судьей на конкурсе? Мастер, верно! Я думала, она будет слишком занята, чтобы следить за чем-то подобным. Так что я волновалась, но, ну, конечно. Не успела я увидеть свое имя в газете, как заглянула в почтовый ящик. И вот, посмотри. Я думала, что мы смирились с тем, что я вернусь домой, но теперь она требует, чтобы я вернулась. И она такая настыдная, понимаешь? Я чувствую, что она... Что чувствую... Участвую в этом конкурсе, как будто доказываю свою правоту. Все это нависает надо мной. Я не могу сосредоточиться и не могу выиграть, даже если захочу. И стоит мне вообще продолжать обслуживать ее в таком состоянии. Будь верна себе, не позволяя расстраивать себя. Непростой выбор, но это большие деньги. Просто выиграй деньги и игнорируй ее. Ладно, будь верна себе. Приятно знать, что ты меня прикрываешь, Шэдди. И знаешь что? Может быть, просто можем... Может быть, оказаться в центре внимания, это даже лучше, чем получить приз. Все увидят мой дизайн. Может быть, привлекут заинтересованных лиц, чтобы они вложили деньги в то, что я действительно хочу построить. Но тогда я все решу. Я займусь своим собственным проектом, который нам очень нужен, Сандроки. Это послужит сигналом. И кто знает, может быть, кто-то из других судей даже поддержит меня, ведь моя технология защиты от песка, это не то, над чем стоит трясти палкой. Ладно, ладно, теперь у меня есть сведения. Еще один быстрый круг по городу, чтобы набраться сил, и я приступлю к работе. Спасибо, Шэдди, разговоры с тобой очень помогают. Почему бы мне не присоединиться? Смешно делать нефиг? Ну, конечно, я думаю, это было бы очень полезно. Давай пройдемся и посмотрим, не сможем ли мы придумать идею, которая сразит их на повал. Я все время с кем-то хожу. Что делать? А, туда бежать. Так у меня есть якмель, можем на нем проехать. Я написал о своей бывшем... А, мы читали. Слушай, давай качать... Качать отношения. Раунд первым. Сейчас я накачаю с ней отношения. Попробую Хайди обыграть. Мы сейчас будем врагами. Это жесть какая-то. Ну, ты у кого-у-у-у Хайди фиг выиграешь. Три раза ноль. Ну, ладно, хоть одно очко заработать-то можно. Тут будет... Тут будет мышь. Сказал я и бросил слона. Дави тут, кошка. Нафига, все равно провал. Я у Хайди выиграл хоть раз когда-нибудь? Тут тоже будет мышь. Давай кота. Там будет слон. И тут будет слон. Пипец. Он так ни разу и не выиграл. Ничью. Все, что смог. Какая захватывающая игра. Ладно, поехали. У меня тут есть якмель. Давай со мной. Коман, коман, Хайди. Чтоб быстро доедем. Давай. Что бы ты делал без моей тачки? А так мы сразу все посмотрим. Эх, ну я думаю, здесь свиночаловец. Я сидел здесь рисовал эти здания снова и снова. Я их, конечно, модернизировал. Я всегда рисовал гигантский вентилятор на голубой луне, чтобы сдувать песчаные бури. Конечно, я должна была остановиться. Как только стемнело. Если бы мама еще не пришла за мной, она помогала мне закончить рисунок, если я не успевала, и мы шли домой. Не могу удержаться от ностальгии по тем временам. Счастливая семья, ни одной заботы в мире. Эй, это мне напомнило. Мы с мамой рисовали маленькие фрески на склонах гор. Одна из них находится не так далеко от города. Я не была в тех краях столько лет, сколько пандомышей. Пойдем, найдем это. Я хочу показать тебе. Пойдем. Так, у меня есть якмель. Куда ты побежала? Так, а? А, а, а? Это что появилось? А, это мне все равно надо материалы принести. А тут мы будем с вами вниз проникать. Так. Это у нас шитый такой домик с этим. Ладно, вот сюда нам надо забирать сейчас. Где мы якмель? Радисы. Все новые-новые имена. Какие-то неразговорчивые. А где Хайди? Хайди? Она уже там, что ли? Я там могу и не набежать. Подожди, я куда-то не туда пошел. А, она уже там, пипец. Ты не могла меня с собой забрать? Я тут и не думал, как сюда залезть. У меня там еще-то гонки скоро. Сюда, нет? Или выше? Да, похоже, сюда. Как ты быстрее сюда доскакал? На чем? Разве это было не прямо здесь? А, черт, я знаю, что это уже близко. Давай разделимся. Чего? Очистите стены. А, сюда. О, у меня есть. Сегодня я прибарахлился. Чего дают? Выставочный доспех. Кусок этого артефакта. Используйте валуны. Ух ты, сохранилось. А, вот где. Спасибо, Шэдди. Первой мыслью мне повезло, что у меня была поддерживающая семья, которая не дала мне забросить свои рисунки. Что ж, я неплохо нарисовала свою маму, это точно она. Она и мой папа были милашками, даже когда учились в школе. Я когда-нибудь рассказывал тебе о них? Ах, да, они были. Как из старого романа. На самом деле, это моя мама сделала первый шаг, но мой папа не хотел портить то, что у них было. Поэтому он сказал нет, а потом почти сразу же пожалел об этом и побежал за ней. Так что они начали на равных, очень мило. Вот так иногда все и начинается. Сначала просто друзья... Конечно, ты хочешь быть уверен, что можешь на кого-то положиться. Будь уверенным, что ты действительно кого-то любишь, прежде чем, ну, ты понимаешь. Ты имеешь в виду стать больше, чем друзьями? Я имею в виду, но это уже случалось, вот что я хочу сказать. Скажи, о чем мы сейчас говорили? О конкурсе? Думай о нем. Эй, знаешь что, именно благодаря тому, что мои родители поощряли меня, я вообще участвую в этом конкурсе. Зачем я вообще об этом думала? Вот, Шеди, позволь показать тебе кое-что из того, что я делала раньше. На самом деле, я думаю, что у меня есть еще кое-что, что станет действительно лучше. Ух ты, целый ролик. Идея. Не Хайди, а какая-то машина по разработке. Зацени, это школа, это внешняя часть, это как фреска, обнимает интерьер. Песок будет скатываться с крыши, и такое место будет прочным и надежным для последующих поколений. Выглядит отлично. Ну, не знаю, как насчет идеала, но очень даже неплохо. Знаешь, на секунду мне показалось, что она снова здесь. Она всегда знала, что сказать, когда я сомневалась в себе. И знаешь, я думаю, что ты тоже заслуживаешь некоторой похвалы. Если бы не твои вмешательства, я бы до сих пор пинала. Крика Типуле в оазисе. Шучу, я никогда так не делала. И никто не должен. В любом случае, спасибо, Шеди. Да ладно, признаваясь, пинала. Да все бы пинали. Ты супер, я лучше вернусь в свой офис, чтобы закончить это пока еще настроение. Давай, Хайди. Что под сердце? Тебе подвезти? Это мы читали. А в игру мы уже играли. Короче, все, что можно выжить. Где мой якмель? А тут ничего не надо больше сделать? Не ломай же. А вот мой якмель. Да ешь, мой ешь. Поехали у нас еще. Блин, да может этот турнир начался? Еще хотелось покататься на горках, но это на целый день. Там еще какой-то восхищательный знак был сейчас. Хайди доберется там хоть? По-моему, это возле, по-моему, это возле как раз дома Амиры. Тур-де-рок. Остался час. Мусса попался. Сейчас сюда забежим. Петра Дису. Так, че тут у Амиры? Давно не были тут. А че такое, Амира? Амиры? А, Шейди, это ты. А, да, не узнала, да? Ты выглядишь разбита, ты в порядке? Ничего страшного. Со мной все будет в порядке. И мне пришлось присматривать за магазином, много заказов. Если тебе что-нибудь понадобится, говори. Арви не справляется со своими обязанностями. Арви, он был так опустошен, когда Муссара скритиковал его идеи. Знаешь, он строит из себя уверенного человека, но он невероятно раним. Он просто забил на свой магазин и на себя. Арви сейчас очень потрясен, и он должен разобраться во всем сам. Он будет учиться на своих ошибках, а не на моих лекциях. Все, что я могу сделать, это просто поддерживать нас на плаву. Конечно, это утомительно, но я должна сделать все возможное, чтобы помочь своей семье. Это моя обязанность. Позволь мне помочь тебе. Спасибо за твою поддержку. Я искренне ценю ее, но я должна сделать это сама. Я не могу полагаться на других. У тебя всегда куча дел, ты помогаешь городу, и кроме того, тебе уже не так много пришлось помогать нам. Я не хочу взваливать на тебя всю свою нож. Ну, как хочешь. Мое дело предложить. Ух ты. Да что такое? Я в порядке, но, возможно, стоит прислушаться к тебе, мне нужен перерыв. Я постараюсь немного успокоиться, нам обоим не стоит перегорать. Кто это? Что это было только что? Сходить проверить? Что-нибудь еще? Давай, не откладывай. А что там у нас? Так в кустах же что-то было. Куда она делась? Накрылись мои горки медным тазиком опять. Ну, ладно. О, удар. Что такое? А, это я дерево трясу. А такое же тоже можно делать, да? Интересно. А, это Арвио был. Психованный. Что-нибудь ничего не получилось. Типа, меня здесь нет? А, Шейди, что ты здесь делаешь? Вот, а ты был там? Нет. Ну, да. Я просто проходил мимо, да? Я лучше пойду обратно. Это твой взгляд все выдает. Так, она тебе все рассказала, да? Я просто, я не знал, я не знал, что ей придется так много сделать, чтобы мы продолжали жить. Я просто хотел извиниться, но я не могу сейчас смотреть ее в глаза. Мы верим тебе, тебе просто нужно поверить в себя. Спасибо, я понимаю, мне нужно жить в соответствии с вашими ожиданиями. Нет, мне нужно жить и быть собой. Мне нужно верить, что я могу быть лучше. Я не могу решить это сразу, но я могу начать. Моя сестра всегда вступалась за меня, чтобы исправить мои ошибки. Она всегда рядом со мной, но я больше не могу быть тем маленьким братом-идиотом. Это просто нечестно. Я еще не знаю ответа, но я приду к нему. Когда я рос, каждый раз, когда я совершал ошибку, моя сестра была рядом, чтобы все исправить. Я всегда думал, что она будет ругать меня, но она всегда помогала мне подняться и идти дальше. Я не позволю никому расплачиваться за мои ошибки. Ну ладно. Можно я отправлюсь на горки? Я часто принимаю участие в песчаных гонках, так что думаю, у меня есть реальный шанс. Стройка лидеров без проблем. Пипец, стройка лидеров. Поехали, сейчас не успею никуда с вами вместе от этими вот компашкой вашей. Подожди, можно же быстрее. Тут возле церкви есть остановка. Не так пропустил уже все. Тур-де-рок, да, старт, я знаю. Да, я знаю, но это еще полчаса езды. Сейчас туда доедем. Быстрее давай, гони. Я с этим мыльной оперой, которая в второй день подряд происходит, где мой якмель, пропущу еще все на свете здесь. Если так каждому помогать, найти себя, то я себя потеряю просто. Надо якмель ускоритель какой-то поставить, совсем не тянет. Ну что, можно, да? Да, тут войти надо, давай. Я вошел. Хотя, что сегодня квест горит, непонятно. А, так он не горит даже. Почему не горит? Это я карп нажал. Тут он не работает. А тут слева что-то есть. А, Рунес, что надо? Пабло выглядит более вдохновленным, чем когда-либо. Я думаю, что на этот раз он действительно будет держаться. Я имею в виду, с тех пор, как мы с ним познакомились, он уже трижды шел на попятую, но не в этот раз. Это вот это квест был? Или с кем-то мне тут поговорить надо? А, вот с Котори. Я надеюсь, что встречу тебя. У тебя сегодня свободный вечер, давай погуляем, скажем, в 18.00. Но я знаю одно местечко, прекрасным видом. Договорились. Конечно, тогда договорились, увидимся. Ну, раз Амира нам дает от ворот-поворот, мы будем с вами искать других кандидаток. Соревнование уже началось. Возвращайтесь позже, чтобы принять участие в следующем этапе. Пипец. Нормально. В каком этапе? А когда надо закончиться? Ну, ладно. О, Элси есть. Шэдди, я послушала тебя и пошла в библиотеку посмотреть все эти книги. Нашла что-нибудь о доильных аппаратах? Доильные аппараты? О, точно. Но я видела кое-что об этом, но это было очень сложно. Много длинных слов и всего непонятного. Но я нашла две классные книги. Зацени, Хоулит написал эти книги об охоте на монстров. Круто, правда? Посмотри на эту. Там такие красивые картинки, прямо как в твоем справочнике. Говорится о том, как привлечь монстра с помощью приманки и да и тому подобное. Я не думала, что Хоулит так хорошо рисует. Но это... Это про... В этой просто набор слов. Она похожа на те церковные книги, очень плотные. Все правила и прочий хлам. Я не читала почти ничего из этого. Ты хочешь стать охотником на монстров? Охотник на монстров? Хотя это как бы засело у меня в голове. Я работаю и все. О чем я могу думать? Как это найти монстров? Я прокручиваю это снова и снова, и кажется, я готова. Вот почему я пришла к тебе. Я должна приготовить одно из блюд из книги Хоулит. Это суп из соленой рыбы. И там сказано, что он прилечет всех монстров, особенно птиц. Они любят этот рыбный запах. Ладно, я прекращаю трепаться, а то начинаю говорить, как мой папа. Так что у тебя не найдется для меня соленая рыба? Ну, у меня есть тухлая рыба, гнилая рыба, вонючая рыба, соленая нет. Не волнуйся, я достану тебе немного. О да, ты лучше всех. Передай мне, когда все будет готово, а я пойду подготовлю все остальное. Вообще-то это проблема небольшая с этой рыбой, если что. Ты же понимаешь, да? Еще и соленый. А где ее достану? Просто интересно. Наверное, какой-то рецепт же нужен будет. Или где мне ее достать-то? Без понятия. Смотри, что творю. Смотри, что творю. Вот это даю. Ну, селси всегда проще выиграть. Ну, вот Хайди попробуй обыграть. Ну, тут слона надо бы. Слона надо бы. Нет слона. Ну, вот слон, да. Не надо бы слона. Давайте обойдемся без слонов. Нет, без слонов никак. Как что, давай играть. Пипец. Ну, ладно, хоть так. О, теперь мы хорошие друзья, селси. Отдай, то, что были плохие. Хорошо. Ну, что, можно уже? Когда следующий тур? Слышишь, Грейс? Как дела? Ха-ха, ты сзади там. Повороты моя сильная сторона. Сначала нужно надавить, потом я не собираюсь выдавать свои секреты. Давай сыграем, пока все равно делать нечем. Round 1. Блин, хотел мышь сюда поставить. Вот хотел мышь поставить. А когда следующий турнир-то начнется-то, а? Я уже готов, I'm ready. Блин. Угораздило меня от мышь туда поставить. Слон залез. Да еж-ма еж. Вот как чувствовал, что там будет мышь. А тут чувство, что будет слон. А тут чувство, что будет кот. И в итоге я проиграл. Нет, ничья. А, нет, проиграл. Ну, ладно. Это было весело. Давай еще раз, давай. Че-то у меня камера больше не ездит. Влево и вправо. Я не знаю, что произошло. Мы тут зависли с вами, малех. Я только вперед могу смысл. Ну, че, можно нам, нет? А когда следующий этап? Шэйди, если у меня не будет возможности, я хочу сказать сейчас. Ты один из лучших. Когда мы покинем Сэндрок, я всегда буду помнить твое безграничное трудолюбие. Сегодня я хочу заняться растениями, да? Перечный, сладкий картофель у меня есть. А что, если бы я нашла больше? Не найдешь, поверь мне. Ладно, с тобой играть не буду. Грейси я играл. Элси, Хайди, Пабло, Джастис. Как дела, Пабло? На самом деле, я большой поклонник экстремальных видов спорт. Раньше участвовал в триатлоне, орехом в ручье, песчаные гонки, ребяшицы по сравнению с этим. Я просто расческой из рога якмеля. Такой у меня тоже нет. Ха, когда мы словно были маленькие, мы все время ходили на песчаные гонки. Нас не было такой какой-то стратегии. Мы просто ныряли вниз по дюнам, хотя я вроде как вырос с этого. Приятно, что когда есть повод вернуться. Че у меня камера больше не поворачивает? Спирит, Джасмин. Мим стоит проводить соревнования в разных разрастных группах, как в боксе. Тогда я всегда выигрывала бы. Так, с Амирой мы не играли в игры. У тебя был разговор с Арвио. Он хотел извиниться, а я уже привыкла к этому. Он никогда не понимает, что делает, не так ли. Он просто идет на то, что слепую видит. Неважно, я рада, что вы поговорили. Я дам ему немного пространства, надеюсь, он все обдумает. Я просто... Я знаю, что прошу многого, но ты можешь побыть рядом с ним. Нет. Просто присматривай за ним. Я знаю, он уважает тебя. Ему больше не нужны мои лекции. Ладно, присмотрю. Спасибо, я ценю это. Ему нужно расти, и он будет расти. Мне просто нужно дать ему возможность отдышаться. В игру давай сыграем. А когда начнется новый этап? Сколько нам еще тут просидеть надо? Ну, хоть не мышь поставил. Хотел мышь ставить. Пипец, все равно съели. Ну, не может быть третьей кошки. На что ты рассчитывал? На провал. Тут будет мышь. Пипец. Тут будет слон. Ладно, я молчу. Да. Хоть молчи, хоть говори. Крутой прогерыш. Крупный, вернее. Все равно там слон. Она повторяет, что ли, предыдущая? Да, тут слон будет. Нет, не повторяет. Ну, тоже неплохо. Да, круто. Ну, ладно. Какая захватывающая игра. Я бы так не сказал. Когда будет обновление? Уже с 14.09, а? Или если я не попал, то уже все, да? Алло, у вас тут работает вообще что-нибудь? Режим игры. О, давай. Труди в восторге. Так, поехали. Слушайте, на последнюю попал. На последнюю попал, представляете? Амира едет. Ой, Жасмин тоже тут прилипло. Жасмин, я с тобой не собирался соревноваться. Ничего не вижу вообще. Слушайте, у меня камера сломалась, короче. Я не могу дать тебе другую. Нет, не могу. О, выкрутил. Я не могу управлять камерой, короче. Только туда, куда смотрю, туда и еду. Короче, сейчас выровняюсь и нажму. Ускоренится. Ничего, ничего. Выкрутил нормально. Сейчас перепрыгну. Хорош. Хорош. Главное не врезаться. Да ладно. Мы туда доедем. Который час у нас сейчас? У меня в 6 часов свиданка. Раз. Два. Ай. Ого. Я выиграл, вроде бы. 50-точей. Окончательный рейтинг. Было бы прикольно, если бы финиш. Общее бы это было бы. Но сегодня соревнования завершены. Общая бы таблица какая-то была. Или что-то еще бы было бы. Ладно. У меня 215 монет он собирал за 2 дня. У меня нет дивана. И стула к нему. Давай купим диван. Стул к дивану. Кресло к дивану. Давай купим столик. И купим диван. Все. Хочется бы у нас это было. Я пошел. Смотрите, что с камерой. Вот это все, что я могу приносить. Деревянный санбор. Санбор на самом деле не такие уж и прочные. Приходится часто менять. С другой стороны, железные доски. Как они долговещат. Что-то у тебя назовут. Та-та-та-та-та-та-ва. Давай-давай. Камера у меня не работает. Я не могу вращать камеру. И я вообще нифига не вижу. Уйти. Попробую уйти. Может сработает уйти. Из-за диалогов здесь. И квестовых диалогов у меня сломалось. Представляете? Все. Не работает у меня поворот камеры. Ну пипец просто. А что делать? Я не знаю. 18.00, кстати. Он кенгуру мой ходит. Где мой якмель? Жесть какая-то. А как камеру-то? Сломал камеру. Выставляйте. Давай налево. Беги. Не могу посмотреть налево. Смотри, что творится. Сейчас город, конечно, доеду. Если что-то произойдет. Но пока печаль. Может выйти с игры? А если представьте. Выйду-зайду. То, оно все равно не будет работать. Короче, отключилось полностью управление мышью. Только стрелочкой могу. И то стрелки не поворачивают меня. Вот как вижу, так и еду. Так, смотри. Здесь все, здесь все. А где мы должны встретиться? Это кто? Прогулка в скоторе. Пипец. А я туда допрыгну отсюда? Отсюда. От храма добегу? Ну, если успею. Еще 32 минуты. Буду не успеть. Еще есть с поломанной камерой. Не хочется заходить-выходить. Долгий процесс. Не, не работает. Ну, как я к ней доеду? Пипец просто. Так, народ, я сохраняю. Сейчас попробую выйти-зайти. Так, заработало. Да, надо было выйти-зайти. Разключила камеру. Я бегу. Я бегу-бегу. Я уже здесь. В которой... Ну, еще кто-то есть. Ты здесь. Я волновалась, что тебя загрузят на работе. Какая работа? Я нифига не делаю уже. Неделю-две. Другую. Как только полная версия игры появилась, я вообще не работаю. Фук, еще один день почти закончился. Знаешь, я впервые приехала сюда с кем-то. Отсюда так далеко видно. Да засталяй задуматься. Тебе пришло письмо от Алло? Меня удивило, что он написал тебе. Мама говорит, что он все время говорит о тебе. Я никогда не видела, чтобы он так делал. Он даже никогда не пишет своему папе. Неудивительно. Папа, чтобы паровоз не прислал. Знаешь, он очень тяжело переживает это, мой бывший. Он свалил еще до того, как высохли чернила на бумагах о разводе. Иногда я думаю, а был ли он вообще? Как бы то ни было, хватит об этом. Мама прислала мне фото с вечеринки моего мальчика. Взгляни на это. По его улыбке видно, как ему нравится эта модель поезда. У него твои прекрасные глаза. Ты всегда знаешь, что сказать, чтобы заставить меня улыбнуться. Знаешь, чем больше я тебя узнаю, тем больше думаю, что у тебя такое большое сердце. И ты работаешь больше, чем кто-либо в этом городе, чтобы становился все лучше и лучше он. Слушай, только я и болтаю. Расскажи мне больше о себе. Каким было твое детство? Так оно не закончилось. Ты меня видела? Я все еще ребенок. Или как там насчет планов на будущее? Расскажи о себе и о ней. А, я помню ее. Кажется, я видела, как она бегала по Сандроку и слышала, что она была твоей подругой. Че была? Знаешь, я всегда думала, что мое будущее это бизнес и материнство. Я никогда не представляла, что хочу чего-то другого, кроме как привезти сюда своего сына. Я не думала, что мое собственное счастье сейчас так важно. Но ты показываешь, что я ошибалась. Каждый человек заслуживает счастья. Ну, это не мой главный приоритет пока что. Я никогда не понимала этого, пока не встретила тебя. Счастье не должно зависеть от того, как много человек работает. Оно просто есть. Что ж, просто решила сказать тебе, что я ценю то, что ты такой хороший человек для меня. Приятно иметь возможность доверять кому-то. И знаешь, если тебе когда-нибудь понадобится помощь чем-нибудь, знай, что я тоже тебя прикрою. Не надеюсь. Пора возвращаться, а? До встречи. Давай. Так, отлично. Отлично. У нас тут... А ну давай посмотрим, сколько мы с вами прокачали. Учитывая, что это два сердца из трех я нажал. Которим. Ну да, движется, движется. Я думал, совсем не движется. И Амира. Сегодня мы тоже Арвио пообещали помочь, но тут не сдвинулось ни на Йоту. А вот Хайди хорошо идет. Скоро с Амирой сравняются. Ну что, люди, все. Мы сегодня переделали всю побочку. Опять же, какую можно было переделать. Опять же, кенгуру пока что жив. Ой, ё. Я про это забыл. Если нужно несколько соленых рыб, просто приготовь суп, который плечет монстров. Простая сушильная рама. Какая рыба нужна? Для которой час? 20 часов. Интересно, если я сейчас пойду квест выполнять, какие будут последствия в ночное время? А что это за бандацикл такой? Блин, где я вообще? Сколько народу навезли? Смотрите, полный, полный город. Тогда они все... Все одинаковые. Десять минут. Можно было бы допрыгать и через... Ладно. Просто мы дольше с вами, наверное, будем добираться. Восемь минут, это так сказано. Без посадки. Блин, как это может... 21.05, а было 20 с чем? Ну, в принципе, примерно 8 минут. Так, сушильная рама, но у меня, по-моему, проблема с рыбой. У меня ее нету. Вот честно, мне кажется, что нету рыбы у меня для солености. Да. Песчаный карп. У меня есть соль. Место... Сухая жилистая рыба, известно, все у меня фалины. Через рыбу из воды, свадра-та-та-та. Плавать. Кстати, музей... Музей можно рыбу уже сдавать, как и в порте. В ранней версии нельзя было. Темы из измельчения климата, которые... Песчаный карп, а не пишут сами места рыбалки, где он водится. Я не знаю. Ну, короче, где-то водится. Ладно, поехали к этому месту. Я не знаю, успеем мы, не успеем. Да это сохранится, всякий поддон. Какие-то последствия. Поехали. Может, успеем? О! Стой. Что терять-то время? Плати-пати. А, я выложу сейчас там фигни всякой с собой. Так, деревянные отходы. Та-та-та-та. Резиновые отходы. Давай механический лоб лопить. Нет, давай лучше медные отходы. Может, сли такой будет. Какой-никакой шанс. Его увидеть. Так, сортируем. Почти все ушло. У меня есть гнездо еще. Если мы пойдем в какое-то подземелье... У меня вот еще есть выставочный доспех. Если мы попадем в какое-то подземелье, то мне нужны карманы. А у меня уже нет свободных ячеек. Есть еда какая-то. Нет, даже не еда. Короче, давай сюда вот этого. Гранит попался. А его не было разве? Так, и плиты. Но плиты с собой же можно не брать, правильно? Это на стену вешается? Да, это на стены вешается. Я вот думаю, что делать. Ничего не делать. Крутой визор воина. Пошли, я, наверное, вы... Подождите, я выставлю, наверное, мебель. Все-таки бонус в какую-никакую получу. Правда, я там теперь вообще в доме не пройду. Но хоть что-то. Так, хоть что-то, хоть что-то, хоть что-то. Я сейчас выберу это, а она исчезнет. А это вешается или куда она ставится? А куда ведь ставить-то? Что это такое вообще? А, у меня одна есть, да? Ого! Она всю стену занимает. Я нигде это не повешу. Так, вы видите, мест нету. Да, одна у меня уже висит такая хренушенька. Нет, не годится. Это не поставлю. Давай хотя бы кресло тогда выставим. Это нам надо... Это нам надо увеличивать что-нибудь. Блин, вообще места нет. Сюда не могу поставить. Нет, тут ничего не исправили. Ну, давай ставим, короче. Короче, пока мебель выброшу, ни хрена себе диван. Вот это размер. И стол давай выбросим. Сколько он бонуса дает? Очки защиты плюс 19. Давай, скоро. О! Шикарно! Вот это домик. Он мне нравится, да. Дом хорош. Все расставлено по фэншую. Главное не разбиться, пока ты будешь до кровати добираться. Которая час? 22, а я собираюсь ити-квест делать. Ну да, я сумасшедший. Давай отсюда. Нет, отсюда мусор. Отсюда давай, Рага. Пока некуда повесить их. Так, все, хватит этого места. Поехали. Где ты? Якмель, давай. Давай, давай, давай. Может успеем. Там время обычно останавливается на квест. Поэтому. Может и прокатит. Рыбу уже буду ловить тогда потом. Ну, в принципе, все. Пять рыбек поймать. Надеюсь, не на время. Жигиены бешеные были. Что были? Как были, так и остались. Куда мне ехать? Сюда? Возьми что-нибудь. Квест начался. Все готово? Миана уже принесла нам наши защитные костюмы. Сегодня утром, так что мы готовы. Слушайте, че я без костюма? Не забудь взять с собой оружие. Не знаю, с чем мы там столкнемся. Оружие у меня с собой, но оно в сумке. А костюм я не надел. Хотя костюм должен быть с собой. Ладно, выдвигаемся. Это моя фразочка. Ну да ладно, осталось только покончить с этим. Мы пойдем вперед и будем ждать тебя там. Уже надели костюм, а осторожность никогда не бывает лишней. Газ да... Ой, с нами он сур. Все, нам конец. Газ довольно далеко отсюда, шериф. Нам без визиона уже надевать их прямо сейчас. С ним жарко. Слушай, напарник, знаешь, как я смог продержаться так долго? Благодаря холодной крови в условиях стресса. Или благодаря тому, что никогда не говоришь о смерти, может, потому что всегда защищаешь слабых? Не знаю. Верно, то есть нет. Благодаря моей осторожности. Ясно. Здесь, в Юфале, одна сплошность и конец. Ты же знаешь, мужик. Так, я все знаю, мужик. Но, блин, время заканчивается, во-первых. Наверное, зря я пошел сейчас. Так, а как мне приодеться? Ну как? Вот так. А костюм? Костюм, костюм, костюм сюда. Поехали. А время идет? Да, время идет. Ладно, ребят, догоняйте, короче. Не знаю, какие будут последствия, но я уже здесь. Кого там будете драться? Уже 12 ночи будет. Итак, приступаем. Обидите, что все ваши костюмы плотно сидят. Найти источник этой гадости и остановите его. Вот наша миссия. Отсюда открывается прекрасный вид. Эти столбы издалека выглядят как скалы. В этом каньоне всегда присутствовали загрязняющие вещества из-за многолетней безрассудной добычи, поэтому сейчас мы редко сюда спускаемся. Но вы знаете, этот каньон полностью рукотворный. Они просто копали и копали, пока не остались только эти островки Старого Мира. Вас не смущает? Вот этот уродец восьминогий, нет? Могущество человека вселяет одновременно благоговение и ужас. Немного философии. Я никак не пойму, как здания Старого Мира были... Жуть какая, смотрите. Были построены настолько прочным, чтобы выдержать и День Бесы и Течение Времени. Сотни лет спустя их можно по-прежнему увидеть здесь даже образующих каньон, да. Но потом я думаю о том, как я складываю камень, и все обретаются, и начинаются. Правда? Просто нужно время и терпение. Че нам делать? Ладно, я побежал, короче. Где мой яхмель? Ребят, время 30... Яхмель в воздухе зависит. Ну, бывает, да. Да надел я уже костюм, поехали. Просто уже 12 ночи, я думал, время остановится. Оно ни хрена не останавливается. Бегом сюда. Долина шепота. А, вот откуда газ. Переверните там все вверх дном. Ищите ее, пока не найдете. Девчонка где-то прячется. Выкройте ее оттуда. Стойте, кто там ходит? Бравая тройка. Те, которые на вечеринке были, теперь в костюмах на другой вечеринке. Эй, я здесь. Кто там сказал здесь? Оу. Оу. Что привело вас сюда? Чего добиваетесь? Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Нас не понимает. Поберегите дыхание. Помилуй, ты лишь страж принцессы. Работаешь на мою собственную падчерицу. Она говорит. Я услышал достаточно стража. Схватите их. Пи-пи-пи-ми-пи-пи. Что, голова кружится от избытка вредных испарений? Да, уже не важно. Уничтожить их. Мы пришли с миром. Что делать? Что делать? Ничего не вижу. Я вон валяюсь. А, это ты? Я вон Сура решил убить. Здравствуйте. Новые знаки. Крысяки. Все мои преуспешники пали. Ненавижу, когда такое происходит. Мы встретимся снова, людишки. В следующий раз мы подготовимся. Давайте дыру залатаем. Подождите-ка. Эти крысы были причиной утечек? Что за... Сэр, похоже, мы влипли в политический конфликт грызунов-мутантов. Ладно, давайте не будем отвлекаться. Нам нужно заткнуть трубы. О том, как избавиться от грызунов, мы подумаем позже. Хорошо, Шэдди, мы прикроем тебя вперед. Спасибо большое. Так, вот мы и пришли. Да мы тут и были. Осторожнее, Шэдди. Да я... Самоосторожность. У меня времени просто нет уже. Молодец, мастер. Отличная работа. Но похоже, что утечек больше, чем одна. Давайте осмотримся. У меня материала больше нет. Какое осмотримся время? Время, аллоу. Час ночи, аллоу. Блин, алюминий там был. Алюминий мне нужен. Ну ладно же, когда мне его собирать? Я вспомнил, где раньше слышал об этих крысах. Эта крыса была королевой крысяков-бандитов. Они известны тем, что крадут разные мелочи, имеющие символическую ценность. Мои камни в опасности. Крысяки-бандиты где-то я не узнал. В общем, я старался не отставать от капитана и провел исследование мышей и кротов и других тварей, связанных с мышами. Понятно, знаешь, никто не ждет от тебя, что ты начнешь ловить мыши и приятель. Это же кошачий прикол. Это главная причина, из-за которой мы его наняли. Ты сам это сказал, шеф. Настоящий герой гражданского корпуса знает все обязанности вдоль и поперек и может выполнить любую из них по команде. Да, я говорил что-то подобное. Че делать? Слушайте, а если время закончится, реально, квест накроется или что? Я в шоке просто. Вон лестница. А как сюда залезть? Пипец. Грибы. Я не знаю, как сюда залезть. Времени час ночи. Походу, нам конец. Я сейчас, конечно, сохранюсь, но... Ну, я без понятия, как сюда залезть. 152 метра. Все, я застрял. Там лестница есть, ну а? Ну и? Ну и? Пипец просто. Нет, вот реально, закончится сейчас время. Когда мы выполняли с вами сюжетные квесты, они просто останавливали время и все. И ты ничего... Куда сейчас мы денемся с вами? Придем завтра, потом посмотреть на это все. А я уже сюда не залезу. Где мой акмель? Какой нахрен отдохнуть? Вот мне интересно, что сейчас будет. Вот очень интересно. Это, конечно, сохранился. Мы теперь быстрее сюда залезем, если я не упаду. Я ничего даже не смотрю. И куда я залез? Без понятия, что делать. 2.26. Ну и как мне туда залезть? А вот мне интересно. А что дальше? Я приду утром сюда и продолжу квест, да? Или как это будет выглядеть? Ну и как мне туда забраться? А, вон так. Да, я нашел способ, но... Ну, надо спать, да? Почините трубы. 3 трубы. Написать надо было, что квест надо начинать с утра. Или он должен быть неактивный, если тебе не хватает времени. Вот мне сейчас интересно. Провал будет полный? А ну давай. А ну вставай. Я сейчас не сохраняюсь. Очень интересно. Починить трубы? Я без сил. Реально. Смотрите, реально. Квест не закончен. То есть королева крыс нас будет дальше стоять ждать, да? Нифига, нету квест. А нет, есть квест. А, давайте я сейчас загружусь. Я почти дошел до этого места. Посмотрим, что будет. Не хочется сейчас сбежать заново. Ну просто раньше мы с вами как? По-нормальному, да? Либо время останавливали. Либо писали, придите пораньше. Сейчас все отменили. Сейчас у нас есть другая система. Ну, кстати, поживиться много чем можно. Вот, например, вот этими штуковинами. Что за звук? Слушайте, мне хватает. Не знаю, как мне хватает. Гражданский корпус, два. Странный ДТГС, ноль. Отличная работа, Шарид. Давай осмотримся, нет ли еще отечек. Возможно, мы успеем вернуть город к скидкам голубой луне. Разве молоко в городе не отравлено? Хорошее замечание. Триста пятьдесят девять метров за час. Я сохранился, но, наверное, вряд ли. Ну где мой якмель? Ай, триста пятьдесят семь метров. Слышите, там есть и там есть. Ну, мне еще одну трубу любую прилатать. Ребята, занимайтесь пока. Там наверх надо залезть. С лазанем не очень. А тут, по-моему, лазать и не нужно только добежать. Полчаса осталось на все. Вон, Сур тут. Прекрасно. Все, последнее. Отлично, похоже, это последнее, Шэдди. Да нет, не последнее, там еще одна была. Вы тоже это ощущаете? Чувство единства? Чувство выполнено долго, которое возникает при совместном решении сложных проблем. Чувство дружбы? Да, именно так. А еще воздух до сих пор густой, даже через этот скафандр. Мы же заткнули все утечки. Что случилось? Может, мы спросим этого парня? Он нам вряд ли ответит. Ух ты! Зелень, зелень, зеленянка. Могу я считать цель враждебный, босс? Это точно мутант, друг. Ненавижу, когда я прав. Нам его убить надо? Гуля, нам его убить надо. Это типа босс. А время-то идет. Ну, он теперь завис наверху. Хе-хе-хе. Ты еберный. И осталось 12 минут там, чтобы его убить. Не, ну если бы еще кто-то кроме меня бил бы его. Все, время закончилось. Твою ж за ногу. Короче, еще раз загружаюсь. Ну че, при попытке выйти в меню, у меня возникли проблемы. Игру вылетело, короче. Это, короче, что-то недоработанное. Время должно останавливаться. Я попытался выйти в менюху, и меня сразу же выкинуло. Представляете? Ну не может такого быть, чтобы вот так вот, вот так вот выполнять сюжетный квест. Вот в таком режиме. Сколько у меня? Полчаса, надо стрелять с автомата. Он тогда быстрее умирает. Быстрее. Быстрее, говори, давай. Только без диалогов. Без диалогов. Давай, давай, давай. Ты чувствуешь? Да. Может быть, мы можем спросить. Ну, быстрее. Автомат. Где он? А убили? Нет. Убили. Минута осталась, секунда даже. Ух ты, это было на грани. Да, это было на грани. Не особо вроде как мы держали его под контролем. Не важно, этот чувак выбрался из трупопровода. Трупопровода, да. Шеди, благодаря тебе теперь все на своих местах. Трубы старого мира, как коробка шоколадных конфет. Никогда не знаешь, что получишь. Задание выполнено, сэр. Ну, не совсем. Все это слизь все еще здесь. И она по-прежнему выделяет странный зеленый газ. Ох, скажу одно. Нам понадобится больше, чем швабра и ведро. Черт. А это еще что? Похоже, это версия одной зеленой слизи для продажи. Похоже, все было готово к отправке. Срок годности 1200 лет. 12 тысяч лет. Значит, оно еще будет пригодно в течение 11 тысяч 300, 220 лет. Или около того, дай-ка сюда. Ладно, приятель. Применение нанести на волосы и хорошенько промыть. О, состав. Обожаю его изучать. Алки, ламит, бет, аин. Ух ты, интересно, что это? Время ликого питча. Ты выхватил самую суть. Конечно, выхватил прямо тут, босс. Прямо из этих рук. Нет-нет, выхватил ключ к избавлению от всей этой гадости. Твоя перчатка. Моя перчатка? О, ну, ребят. Зная состав этого вещества, директор ЦИ будет точно знать, как и из чего оно сделано. Тогда он сможет запустить частичку в, не знаю, антихим-ретор-сканиру-штуку. Потом он сможет изобрести штуку, чтобы заставить свою дрянь исчезнуть. Бинго, теперь и ты в теме. И по поводу состава тоже молодец. Вот это я понимаю. Командная работа, гражданский корпус. Просто сделай свою работу. Хорошо, Шэдди. Я думаю, мы готовы завершить эту миссию. Ты можешь отнести этот контент к директору ЦИ. Нам придется довериться твоей интуиции, но это лучшее, что у нас есть. Конечно. Правильно, теперь давай-ка убираться отсюда, пока снова не появились эти мутанты. Очистка задания выполнена. Я сразу лег спать. Вот теперь я могу действительно выполнить миссию и пойти отправляться спать. Все главное, пошли домой на своих двоих. А я в костюме отключился. Отнесите образец мистеру ЦИ. Я без сил. Да еще бы. О, наконец-то пятушки появились. А то я не я. Так, окей. Давайте обратно переоденемся. Только опять же, надеваешь костюм, снимает все остальное. Ну, у меня тут немного выбор, конечно, небольшой. Я на шутерик самая необходимая. Но это не снималось. А все, у меня штанов больше, да, чем нужно. Крутые штаны воина пустые. Так они поинтереснее будут. Да нет. Не поинтереснее. На очков здоровья, правда, чуть больше. Но это IT с бонусами. Крутые шорты, кстати. Ну, неплохо же. Ладно. Давайте я еще пойду отнесу. Раз меня это сделают. Кстати, по той территории можно походить. Там много чего интересного валялось. Хотя можно квест, видите, просто пробежать. Буквально за час мы его пробежали. А что народ собрался возле моих ворот опять? Что им надо-то? Так, мистер ЦИ, квест тут. Какая-то мини-побочка тут еще небольшая. А что они тут все стоят? А что вам надо? Унсур. Что-то опять пришел. А, мы же квест выполняли. Многие тут обеспокоены, потому что в среднее время вокруг так много опасных существ и твари, что до встречи. А, он типа... Не-не-не, Унсур. Не-не-не. Типа на игру настроен. Ладно, народ, все. Мы с вами залатали трубы. Сейчас я почитаю письма, еще на всякий случай от Пабло. Доброго дня, Шейди. Отправившись от маниакального приступа, я в очередной раз пришел к выводу, что Сандрок действительно еще не готов к существованию тех стремлений, о которых я мечтал. Тем не менее, я считаю, что в ваших Эрнестовом словах есть резон полностью исключать возможность воплощения моих мечтаний. Здесь было поспешным шагом. Я снова начал хранить свои рисунки. Если моя мечта устроить показ мод Сандроки осуществится, надеюсь видеть тебя в первом ряду. Не в первом ряду, а на подиуме. Ага. Че надо? Шейди, я не знаю, может такое у тебя уже есть, но пригодится. Опять табурет. Я их уже передариваю. Кристал. Я просто обожаю, надеюсь тебе это понравится. Пирожное. Так, перекати правду опять. Предисловие. Недавно мне пришлось стать свидетелем вспоминания о на песке. Первое соревнование по песчаным гонкам в Сандроке. Это событие тепло встретили местные жители, которые были счастливы насладиться своим родным видом спорта, ставшим уже традицией. За стаканом песчаного чая, при наблюдении за происходящим моей голове, начали сказаться слова. Рассказ, объясняющий историю города. Так что я представляю вам, мой дорогой читатель, воспоминания на песке. Воспоминания на песке. Па? Па? Что это за двери? Его пытливая улыбка отразилась в мягкой рябе стакана с молоком яхмель, отец повернулся к нему, в его глубоко посаженных глазах отразилось простое душевное тепло, присущее только рабочим человеку. Ешь свой завтрак, сынок. Несколько мгновений они сидели в тишине. Сын послушно ел свой завтрак, отец подметал их маленькую деревянную хижину. Па, что это за двери? Отец снова поднял голову и молча посмотрел на сына. Секундная стрелка на часа озвучно текала. Ешь, сынок, ты останешься голодным. Ты что, книгу мне прислали? Его сын снова вернулся к своему завтраку. В комнате снова царилась мирная тишина. Отец поднялся, сложил тарелки и направился к раковине, чтобы умыться. Это был дядя Ларпа. Отец ответил, не отрывая глаз от раковины. Дядя Ларпа вредил дверь? Ларри нет. Отец ответил, сделал паузу на мгновение, затем вернулся к своей работе. Его дотошная рука оттирала каждую часть из еды, прилившую к тарелке. Секунду снова тикали. Па, может, мама испортила дверь? Нет, мама не портила дверь, сынок. Отец уже вернулся на свое место. Он наблюдал за сыном спокойно и терпеливо. Когда я был молодым, Сандрок выглядел не так, как сегодня нет. Это было более суровое, более неприятливое место. Мы еще не приручили дикого якмеля. Еще не построили железную дорогу, вокруг были только песок и камень. Сын сидел с нетерпением, ожидая продолжения. Светлые его глаза смотрели на обветренное суровое лицо отца. Я встретил твою маму, самую красивую женщину, которую я когда-либо видел. Я сразу понял, что однажды женюсь на ней. Но мне нужны были деньги, мне нужен был якмель. И что было дальше, па? Ну, якмель может быть быстрее, чем ты предполагаешь, сынок. Мне нужно было его поймать. Но у нас не было ни лошади, ни телеги, ни своего якмеля. Поэтому я взял дверь и помчался вниз по дюнам. А как она сломалась? На тебя напали разбойники, чудовище? Нет, сынок. Я ударился о камень, повредил дверь. Он прошел насквозь задние стенки. Вот откуда у меня этот шрам, вот зле они. Нет-нет, тогда иди в школу, пока я не показал сушами твоим друзьям. Для справки. После изучения записи мэри в поисках исторического контекста выяснилось, что в те времена, когда якмель еще не были обычными домашними скотом, и до того, как Сандрок был основан как город-государство, жители Вифалы использовали дверные полотна, чтобы скользить по дюнам пустыни для быстрого передвижения. Почерь был едва различим, а имена неизвестны, но эти исторические документы, которыми удалось найти, наверняка подлинные, вышеизложенные художественные вымысел, призванные передать дух того времени. Это нам рассказали, как гонки наши появились, в которых мы участвовали. На дверях ездили, понятно? Так, из мэри. Уважаемые жители Сандрок, официально принято решение о том, что Тур-де-Рок войдет в список ежегодных мероприятий в Сандроке. Каждый год, 10 числа осени, мы будем проводить это мероприятие в комплексе песчаной гонки. Если вы пропустили соревнования первого года, не расстраивайтесь, в будущем их будет еще много ответов. Отметьте это в своих календарях. Так и осенью теперь будет, да, происходить? Сейчас же лето у нас. 16-й день лето. Мы в 14-е и 15-е дни были, когда мы проводили соревнования. Или на осень? То есть через месяц? Сейчас посмотрим. Ладно. Так, а что мы там за мусорок набрали? Магниево-алюминиевый сплав даже есть. Там, кстати, были алюминиевые залежи, можно было там их набрать. Когти какие-то еще. Так, мне надо будет ящики сделать и туда сходить. Там же ресурсы, которые нам нужны. Так, костюм выбрасывать не буду, если туда идти, он нам все равно нужен. Так, я не пойму, а газ мы выключили или нет? Кстати, в этом прудике, вообще-то, может быть то, что мне нужно для сушки рыб. Вполне. Давай посмотри. Так, медный стержень. Давай сюда мы поставим на переработку. И что угодно. Давай пластиковые отходы. Пусть перерабатываются. Все, друзья, дальше пойдем мы с вами образец отдавать мистеру Ци. И так, тем самым мы сдвинули наш сюжетный квест. А по бочку все, что могли, выполнили. Вот тут еще какая-то фигня возле голубой луны. Ну, то, что тут говорится, не знаю. Плюс мне надо рыбу теперь. Рыбалкой будем тогда заниматься или еще чем. Ну, кенгуру это у нас постоянно. Чтобы его отыскать, это надо время. Так, а ну календарь покажите. Главное, отсюда оно уже исчезло, смотрите. Уже тут нет соревнований. Смотрим осень. Нет осени. Ну, а когда гонки теперь? Отметьте в своем календаре. Десятого числа осень, да, он сказал? Когда он сказал? Вообще ничего не отмечено. Да, мы будем проводить. Не забудьте отметить. Но их теперь... А, вот. Тьфу ты, емое. Осень. Вот, десят... А, появилось. А что ж не было? Ну, теперь оно перенеслось. Десятого и одиннадцатого числа. То есть через месяц мы опять будем участвовать в гонках. Так нет смысла в них участвовать никакого. Может, я, конечно, не успел на старт и пропустил общие заезды. Ну, в общую турнирную таблицу. Хотя я все время первый проезжаю. Какой смысл в этой таблице-то? Ладно, друзья, будем уже разбираться потом. Когда подойдет этот чемпионат. Я сбросил все гнев. А что это такое у меня? Это крепкая шкура. Такого не было никогда. Не хочешь это выложить? У нас одно местечко осталось. Боже седор. Все, теперь только надо закупать, чтобы расширяться. Чтобы вот это все фигмент сюда засунуть. Ладно, все. Все, друзья, посмотрим. Посмотрим, что будет дальше в следующей серии. Спасибо всем, кто смотрел. С вами был Дмитрий Канал. Шедвель, игровые миры. У меня бешеный чай. Смотрите, его даже трясет. И до встречи. До встречи. Сэндроки. Двигаемся дальше. Двигаемся как можем. Все, пока.